Добрый вечер. Я начну с Олега. Наша жизнь, а я по образованию психолог, хотя это тоже не важно, но если вы исходите с психологией, то мы живем в мире, как бы нам это не было. Знаем мы это, не знаем, хотим, не хотим. Мы живем в мире, в котором существует некая такая войскость. Мы живем в мире на материальном плане, вот здесь проявленной. А еще есть тот тонкий план, где мы с вами на уровне, как говорят в физике, квантового поля все связаны. И Олег долго и много говорил сейчас про материю, а я расскажу как раз про вторую сторону нашей жизни. И каждый раз, приходя на такие встречи, реально я чувствую это единое энергетическое информационное поле, единое квантовое поле, которым мы все объединены. И я верю в реинкарнацию, и я точно знаю, что кто сюда пришел, мы с вами встречались уже не в одной жизни, и поэтому мы для чего-то с вами сейчас здесь сюда собрали. Может быть для того, чтобы что-то сделать, что мы когда-то с вами не сделали, или для того, чтобы обменяться какой-то информацией. Поэтому мне не важно, кто выигрывает или проигрывает в футболе, мне не важно, сколько количество стран, сколько дней было затрачено, на километрах расстояния, меня меньше интересует материальная составляющая, меня больше интересует тонкоплановая составляющая. При всем при этом, во время своего пути, да, я делал там фотографии материального мира, видео снимал, какие-то там о достопримечательностях рассказывал. Плюс к этому я рассказывал много каких-то философских там размышлений, то, что я видел. Но это я хотел просто немножко уравновесить материальный класс Олега, уравновесить. А Олег сказал про 150 лет. Мы буквально пару часов назад разговаривали, и я знал, что когда-то очень, ну, поставил себе планку, что я прожил как минимум 150 лет. И меня удивило то, что мы с ним об этом не говорили, как человек называет. В прошлой жизни уже помнишь, Павел. Да. Поэтому когда ты начал поправляться до этого, до чего-то, я думаю, да ладно, ладно, я знаю про 150, возможно, 180 и больше. Ну, это было дегритическое отступление. А теперь, раз мы все вместе с вами собрались, ну, давайте начнем с того, что я люблю проводить все-таки встречи, и я думаю, что это оптимально самое в формате вопрос-ответ. Потому что, когда собирается тот или иной состав людей, мы собрались с вами на какой-то запрос определенный. Так как я провел в пути, вот именно в круглоследке, ну, примерно где-то год, ну, представьте, если я сейчас начну про весь этот год рассказывать, мы здесь реально никогда не уйдем, и я не сказал, что точно долго не уеду, я уже это все расскажу. Ну, мы сгодимся. Вот. А в плане вопроса и ответа мы выйдем вот именно на то, что интересно именно вам, и именно вот этому собравшемуся здесь коллективу людей. Согласны вопросы? Конечно. Ну, вот, давайте тогда поехали с этого начинать. Согласны. Ну, вопрос. Давайте представлять, что вы здесь. Я зовут Арбина. Ну, я здесь в первый раз. Да, Юр, ты давайте все хорошо. Ну, ты тоже первый раз. Вот так, у меня такой вопрос. Как у вас зародилась идея вот этого круглоследового путешествия? Это было какое-то зарение, либо наше, либо эту идею? Ну, шел-шелый. Да. Шел-шелый. Мы как раз вот два часа назад разговаривали, мне задали этот вопрос. Я говорю, мы сейчас придем на встречу, я расскажу. Но, может, там, говорит, будут другие вопросы. Я говорю, нет, там точно будет вопрос. Так что мы этот вопрос заказали. Спасибо вам. Итак, как зародилась и вообще, с чего это все началось. Когда мне сейчас иногда говорят, или я вижу, что где-то там написали в какой-то статье в газете «Великий путешественник», меня это честно и искренне смущает. Потому что, ну, во-первых, я не путешественник, потому что более невеликий. Я к путешествиям имею отношение по структу, потому что целью моей в кругосветке было не путешествие, не изучение стран, континентов, достопримечательностей. У меня была другая совсем задача. А путешествие было лишь формой достижения моей цели, которую я поставил. Так, задача была следующая. Задача была с точки зрения профессионального моего интереса, как психолога. Мне было интересно изучить страхи. В моей работе, когда я консультировал людей или проводил тренинги, были такие моменты, что у людей не было прогрессовых развитий. И, ну, исследуя, наблюдая, замечая, я пришел к выводу, что чаще всего нам мешают страхи. У всех у нас есть достаточно много количества страхов. И они, когда мы вроде отрабатываем какую-то вот область жизни, нам кажется, что страхов нет, но мы шагаем в новое действие, которое мы никогда не делали, и он тоже отчего проявляет. Меня интересовало, можно ли найти какой-то универсальный механизм, чтобы стать со страхом лицом к лицу и превратить его силу, ну, взять его силу на пользу себе. То есть вот первое, которое было, проработать со страхом. Еще одной целью, которая мне была интересна. Мне было интересно, когда вот сейчас в мире, где царствуют так очень жестко товаро-денежные отношения, и все только вот покупается, продается, может, ну, насколько люди открыты к тому, чтобы делиться вне вот этих вот товаро-денежных отношений, то есть вне денег. И поэтому я придумал такую схему, как обострить страхи по максимуму. Я мог бы, как бы следователь, просто сидеть и наблюдать, что он выпал с страхи, ну, давай будем его изучать. Не, мне нужно было резко вытащить все страхи, чтобы они вылезли и начать с ними что-то делать. Итак, что может обострить страхи? Нужно убрать все гарантии, какие у меня есть в жизни. Ну, дальше как раз товаро-денежные отношения. Первая гарантия, которая у меня, мне создает комфорт в жизни, это деньги. Убирать деньги. Ну, это просто всего было убрать. Все, где-то деньги. До свидания. Хорошо. Ничего, у меня есть язык, я могу договориться. Значит, надо убрать язык. Вот здесь уже родилось вот это вот, что я не просто путешествую, да, а я иду туда, и я не знаю языка. Русский язык, кто-то, все, никакого другого языка я не знаю. Английский я не учил, я в университете учен немецкий, более полночный, вот так где-то там забыл. Поэтому у меня английского универсального нету. Значит, мне нужно идти в те страны, и чем дальше, тем лучше, и вообще, говорят на грунте языке, которые не знают. Убираем коммуникацию, еще один убрать, одну подпорочку. Еще страхи полезли, да. Дальше. Пошел дождь. О, зонтик. Нет света. Ну, фонарь. Стало холодно. Шубу одели. Значит, надо убрать все вещи, которые создают некомфорт. Ну, на мне было примерно вот так одежда. И в рюкзаке лежала сменная одежда. Ну, то есть там, рубашка с волком, штабы. То есть фонариков, нерочинных ножичков, ножичков, зонтиков. В общем, был спальник. Из всего комфорта был спальник. Ну, как там уже я помогу, можно себе исключение сделать. Ну, хоть в чем-то себя немножко прожилить. Да, значит так, что убрали, деньги убрали, язык убрали, вещи убрали. Что еще есть? У нас есть в жизни очень классная гарантия. Гарантия состоит в том, что у нас есть всегда план. Планированность, целеполагание, там, желание, списки желаний, там, и прочее. Там наши вещи. О, мы так все классно знаем. Сейчас я так это себе напланирую, все расписываю. Я знаю, поскольку я утром встаю, куда я иду, что делать. И он с кем меня встречает. Где я буду через час, через два, через три вечера. Что я буду делать завтра? Все, нет, убирай. Я просто двигаюсь с востока назад. Почему с востока на запад, а не с запада на восток начал двигаться? Я родом из Омска. Вышел я из города Омска 12 июля 2013 года. И пошел на запад по той простой причине, что мне нужно было по дороге зайти в Москву. И, не, в Москву, да, с восток назад. Зайти в Москву, чтобы пообщаться в американском посольстве, потому что им нужно было собеседование для того, чтобы они дали здесь. Все, только поэтому пошел. И так, мой план, мой маршрут состоял только из одного вот этого вот четкого направления. Я двигаюсь востока на запад, не важно. Куда едете по прямой, по кривой, по косой, по спирали, вперед-назад. Без разницы, уходит машина, я сажусь и я еду. То есть, передвижение автостопом, морестопом, самолета стопом. По поводу спать. Кювет, лес, парк, лавочка. Полицейский участок. Тогда, если кто-то пригласит к себе на пожить. Поесть. Что дадут, то и есть. Что растет, то и есть. Не даем, значит, еще не заслужим. Было несколько каких-то правил, которые я дополнительно к этому принял. Не подрабатывать. Нет денег, значит, нет, не подрабатывать. Сначала, жестко, так сказал, будут давать деньги и не брать. Но потом, ну, отследил такой момент, что деньги дают всегда очень ограниченные. Всегда под какой-то запрос, который приходит чуть позже. То есть, ну, вселенная так мудро как-то, в общем, поступала. Поэтому я брал небольшие, небольшие деньги. Но правила соблюдал однозначно. Не просить. Дают, берешь. Не дают, ничего не просить. Не иду, не просите. Ну, в общем, вся просьба была вот, собственно говоря. Возьмите меня на... Поднимал опыт, просто выходил на дорогу. Это, пожалуй, было единственное. Остальное все шло только через предложение из УМИ. Предлагаю, берешь. Ну, отказался, в следующий раз могут и не дать. Поэтому смотри сам. Ну, вот, наверное, да, ответил. Не сказать, что это хорошо. Да, подготовка заняла очень мало времени. Дело было в мае. У меня закончился старый загранпаспорт. Вот я сдал мне, вот сколько там, вот с мая там сделали. Все, заполнил там, эту самую, анкету в интернете на американскую визу. И на собеседование записался в Москве. То есть, ну, если бы не паспорт, то еще бы быстрее был за него. То есть, встал, пошел. А еще вот один момент был очень важный, да, как раз вот с этими вот страхами. Да, я понял, что если я буду продолжать сидеть и думать, ну, ладно, сейчас, сейчас, сейчас. Пока поха моя будет прижата к дивану, ничего не будет происходить. И это будут тоже еще вот один старт, кроме корешочки, которые держали этот диван. Да. Все, да, ответил? Хорошо. Ну и первая точка, куда... То есть, я правильно тебя тоже вышел, получил загранпаспорт, да? Да. И дальше? Вышел 12 июля 2013 года из Омска. Ну, как вышел он? Поход начался с 11, скажем так. Я же страхи прорабатывал. И смотрите, я был в данном путешествии, я был исследователем, который исследовал некий объект или субъект. А этим же субъектом, который я исследовал, был я. То есть, я был сразу в куплице. И в этом была, с одной стороны, сложность, с другой стороны, была некая, ну, наоборот, некая простота, да? Сложность была в том, что мне нужно было очень четко и всегда пребывать осознанным, чтобы отслеживать, что думает этот объект, который исследует. Вылез ли у него страх? Почему не останавливается машина? Почему ему там, ему еще до сих пор не дали поесть? Или не дали там попить? Или еще что-то почему происходит? Мне постоянно надо было отслеживать вот эту вот свою болтушку, которая там включалась, и те страсти, которые вот здесь поднимали. Мне приходилось одновременно еще отслеживать ощущения в своем теле. То есть, эмоции, ощущения в теле и мысли. И все это нужно было держать под контролем. Как только я немножко вываливался, как только мой исследователь забывал и начинал смотреть по сторонам, тут же объект начинал всю программу просто заваливать напрочь. У меня, опа, шины не ставятся. Все понятно, объект не работает. Так, что с объектом смотрят? Вот. И, значит, путь начался чуть раньше. Вот я про Ливану хочу говорить. 11-го числа я собрал, значит, первый зачет. И такой, ну все, завтра я выдвигаюсь, значит. 11-го вечера. Я думаю, а почему я решил 13-го? Какая-то не грубая дата, и не понедельник. Может быть, понедельник пройти. Или дату, короче, красивую какую-нибудь подобрать. По 2013-й. Какая красивая дата. Можно еще немножко задержаться на денек, на недельку. Да и вообще, а вообще кто сказал, что я должен завтра? И, ну, да, может быть. В это время звонит телефон, звонит мой друг. И говорит, Сань, привет, ну что ты завтра выдвигаешься? Я говорю, слушай, Слав, я вот думаю, может быть, завтра будет. Я понял. Так, во сколько ты планировал выйти? Я говорю, ну не знаю, ну утром. Короче, я понял. Значит, в 9-е ты слышишь на остановке. Я к тебе подъезжаю на машине. И увожу тебя за пост ГАИ. Я 12-го вышел с тайной надеждой, что может быть. Ну, мы проедем до кипаста ГАИ, посмотрим на пост ГАИ, вернемся обратно. И я задержусь еще немножко. Я нормальный, я нормальный, я нормальный, в общем, как-то, да, среднестатистический человек, у меня тоже есть куча своих страхов. Вот, подъехал Слава, я сел в машину, и он увез меня за дальний пост ГАИ, в общем, километров 30 еще там туда за него, высыпил на дорогу, достал радостный фотоаппарат, сфотографию, у меня это, говорит, первая-то фотография. Ну, давай скажи первую речь, я что-то там сказал, где-то там это видео там даже есть, что я там что-то такое вещаю, вот. И он развернулся и сказал, ну все, 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 а дальше смысл уже, вот, ну... Какой был у тебя страх в этот момент? Какой страх был момент? Нет, у меня в какой-то момент появилась радость, конечно. Смысл ехать 30 километров, стоять вот эту машину, вот так вот, да, там, как-то руку надо поднимать, что-то там надо как-то останавливать. Ну, ладно, поеду, я уже о том искал. Ладно, хорошо, хоть в этом он помог, уже не надо, там, думать, туда ехать или сюда, все, так же. А, значит, следующий страх, вот я вышел. Ой, ну так, на дорогу поднимать, а как я поднимать, так, так, так. Ладно, сейчас еще постою, так, ну ладно, сейчас через 5 минут, да, через 5 минут я буду делать это, да, 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 да. Ой, машины какие-то, все легковые, нет, легковые, наверное, не остановятся, не, я не буду поднимать. Ну ладно, сейчас подожду грузовой, о, грузовая, ну, не, она сильно какая-то, нет, она не возьмет эту-то машину. Ну ладно, я поднимаю. Машина есть. Ой, чуть-чуть, она проехала. Счастью не взяла, проехала, что-то. Ой, а если они не остановятся? Ну и, в общем, вот так вот начиналось, я там выплясывал, вот так, тутяк, ну, вот тут машина остановилась. Через сколько? Далее, господи. Значит, пока вот я выплясывал, там еще была ситуация, когда меня там пытался, там подъехал цыган на машине, он пытался меня, ну, это история из серии «Матрица», кто видел, да, помню, хотите, хочешь красную, хочешь зеленую, по-моему, да, у меня было белое и красное. Подъехал вот этот цыган на «Жигулях» делал, говорит, что ты стоишь тут? Я думаю, да я это туда. Он такой говорит, так надо на самолетах летать, денег нет. Он такой говорит, так фигня, пошли, я тебе работу дам, поработаешь, у меня месяцок, питание, проживание, обеспечиваю, денег, поработаешь. В общем, приедет, поведет, такая белая, такой, ты хочешь, чтобы он будет нормально жить, да? Вот, я такой думаю, да нет, что я не хочу работать на берегу, на цыган. Представьте, надо из-за металлога собирать, я говорю, не, наверное. А он такой говорит, да ты что, ну, комфорт, все, ну, давай, давай, давай. И, в общем, вот где-то минут, наверное, 20, может быть, мы с ним вот так вот. Он, в общем, стоял там на обочине, пибикал и говорил, ну, давай, поехали, поехали. Ну, и потом я в какой-то момент просто такой сказал, то есть так, пока, видимо, было, вот внутреннее такое, шшшш, еще улетание, комфорт зацепиться. Он стоял, потом в какой-то момент он так посигналил, помахал рукой, развернулся и уехал. И вот он уехал, и тут же где-то минут через пять останавливается красный жигуленок, там сидит мужчина, ну, вот, 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 первого, понятно, я помню. Это был преподаватель ОБЖ из, там, где-то, ну, сколько с ним проехали, где-то, 50 километров мы с ним проехали. Он там в деревне преподает ОБЖ. Вот, ну, и я смотрю, вот, в общем, я выбрал красное. Ну, и все, и мы едем, а я ему говорю, а что ты остановился? Он говорит, не знаю, я всегда любил, типа, подвожу. Ну, ты же, ты же руку поднял. Я остановился, говорю, ну, надо же, я руку поднял, он остановился. Ну, в общем, он там рассказал мне про все беды, там, в деревне, там, да. Сказал, что я ненормальный, ну, я ему про свое рассказал, он сказал, что я ненормальный. Я только вышел, все, все километры, поехали. Я только вышел, буквально пять минут, вторая машина остановилась. Ну, там я уже проще вышел, как-то, ну, уже повеселее. поднял, и буквально машина следующая остановилась. Ну, в общем, когда их остановилось уже три подряд, я подумал, ооо, какая ерундатор, ооо, я не хотела ехать. А вдруг завтра бы не было этих машин. То есть он такой, он вообще транслятор, он начинает придумывать, отмазывать. Да все же, уже не надо бояться, нет. Потому что сегодня, а завтра, может быть, надо уже бояться. Ну, как-то так. Добрый вечер, меня зовут Светлана. И такой вопрос, а вот сколько времени вот этот, так, флам, скажем, идея, она вынашивалась? Сколько времени потребовалось? Да, нисколько, и вынашивалась. А, точно, она такая вот, правда? Вот в мае я, говорю, на паспорт отдал, и все. Я просто сказал как-то друзьям, слушайте, я, наверное, ну, я сначала сказал, вот все-таки нужно что-то со страхами сделать, как-то исследовать. Все. Вот пришла мысль, что нужно убрать страховки, тогда страхи поднимутся по Марсу. То есть ты нигде не за страховку? Нет. Нет, жизнь без гарантий, жизнь без страховок. Вот год она была вот такой вот. А как же виза? Ну, знаешь, виза, ну, это из серии спальника. Из всех правил есть небольшие исключения. Ну, виз я изначально их сделал, там, пару-троих штук и все. А дальше все было там. Были ситуации, когда я нелегально куда-то там полывал, полывал. Было, когда на границе кто-то оплачивал. Было, когда на границе просто... Ну, знаешь, ты вот исследовал год, ты исследовал страхи. Практически был таким подопытным кроликом, сам же и удавом, и кроликом одновременно. Какой-то ты сделал вывод, универсальное средство борьбы со страхом? Ты знаешь, мне универсальное средство борьбы со страхом подсказали буддийские монахи. Ого. Ага. Всем говорю, мне тут очень простой. Значит, причем, вот, когда ты, когда общаешься в странах, где буддизм, главенствующая религия, то там они, вот эту методику они говорят не только монахи, они говорят и местные жители, они верят, что это все просто. Но я немножко по-другому задал. Я не про страхи, я спрашивал, что нужно для того, чтобы быть всегда счастливым. Вот. Ну и ответ был такой. Вот представь, что у тебя завтра или у твоего друга лучшего, или у твоего родственника лучшего свадьба. Представляешь, как это здорово. Представляешь, вот почувствую эту эмоцию, как ты радуешься там. Чувствуешь, да? Вот. Это вот здесь есть, да? А теперь представь, что, ну, случилось какое-то, несчастье. Не знаю, упало дерево и сломало твою, твою хижину. Такое, тебе так неприятно, так как ты без крыши дождь, остальной дождь. Это вот здесь. А теперь говорит, вот посмотри, что у тебя есть посередине. Посередине у тебя есть вдох-выдох. Вот когда с тобой случается что-то радостное, или когда с тобой случается что-то грустное. Это всего лишь оценка. А ты остаешься всегда здесь. Вдох-выдох. 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 Очень просто. Я рассказала... Сейчас я просто вот продолжу, что я, когда вернулся, я рассказала одной своей знакомой. Она начала мне жаловаться, чтобы нажать. Я ей говорю, знаешь, вы будете ставить. А она посмеянно сказала, какую-то ты ерунду говоришь. Потом она мне через неделю, представляете, звонит и говорит, Саша, это работает! Я дышу на этом. Я говорю, да ты что? Она говорит, да, представляешь, так разозлилась там на соседку. И вдруг вспомнила, я села подышала. Я думаю, о, да я ее уже люблю. А потом вспомнила, ой, да когда же радуешься, она тоже дышать не стала. Так, что? Вопросы? Так. Добрый вечер. Меня зовут Рустам. Я хотел спросить, когда вот эта сама идея, уже, ну, дойти, да, пешком до Москвы, ну, пока вот мы идем там в Запарь, там, день-два, когда вот кризис такой наступил, вот этого желания, да, к сожалению, может быть, уже сомнения какие-то такие серьезные, там не вернуться ли действительно. Было такое, нету? Все-таки без денег, без ничего. А вот если взять само путешествие, то вот этого сожаления ни разу не возникло. Но вот то, о чем ты говоришь, да, я знаю это, это возникло, когда я, я в ходе кругосветки еще месяц проходил так называемый путь Сантьяна. Знаете, не знаете? Нет. Есть такой путь паломнический, он проходит с границы Франции по селенной оконечности Испании и заканчивается в городке Сантьяна Компостела. Считается, что когда-то этот путь 800 километров, классический путь, считайте, вот 800 километров нужно пройти пешком, не автостопать, ничего, просто ты тут пойдешь, вот утром встал и идешь пешком, потом спишь, потом опять стоишь, идешь, спишь, идешь. Ну, в общем, вот я 30 дней шел, просто шел без этого автостопа, 800 километров. И этот путь, считайте, когда прошел там Святой Апостол Яков, а сейчас этот путь, он европейцами хорошо туристически раскручен, туда кто-то приезжает для того, чтобы похудеть, кто-то приезжает для того, чтобы найти себе половинку там, мужчины ищут женщин, женщин, мужчин. Кто-то приезжает для того, чтобы реально перейти на какой-то, считалось, что этот путь, ну, изначально проходили для того, чтобы, когда ты накопил некое количество в себе, чтобы перейти на новый качественный уровень развития, ты просто вот уходишь в себя, и вот 30 дней вот идешь, да, и ты находишься сам в себе. Желательно, чтобы не общаться, молчать, ну и так вот, просто идешь, идешь, идешь. Поэтому там есть люди такие, которые приходят на трансформации. Реально мне очень понравилось, потому что во мне, ну, сработало вот это вот некое переход количества в качестве, я когда-то очень сильно почувствую. Но вот именно там, то, что ты говоришь, да, произошло. А там, получается, когда идешь, там, вот этот классический путь, он начинает через города. То есть ты говоришь сейчас про Испанию, да? Да, граница, это надо с Францией начинать. Городок Сантьяго, ой, подожди. Центром Пердепорт. Да, там первый день, получается, когда ты идешь, он получается сразу по горам и сразу вверх. Ну, я думаю, что это у всех-то. Я сбил ноги вообще просто в ничто. Соответственно, мышцы там все болели, плечи были натертые. И плюс вот это вот так вот. Вроде и рюкзак легкий. И вроде бы как-то идешь, так весело все. Но в итоге я утром, когда проснулся, я подумал, нафига, куда я вообще пошел. Так хорошо, я ехал с попом. Все останавливались, кто меня дернул вообще-нибудь. На второй день я одеваю красотки, я понимаю, у меня ноги не влазят. У меня все, знаешь, я там скотчем вот так вот этим самым великопластным все залепил. Бесполезно, все равно все валит, идти надо. Я вот так вот там расхаживалась. Мышцы валят, сюда не шагни, туда не нагнись, все там это. И первых три дня я вот, ну, реально думал. Думаю, может быть, ладно, выйти уже на дорогу, начать стопить и идти. Ну, в смысле уже ехать просто и все. Но потом в какой-то момент произошел, ну, а я шел это сам один, по минимуму старался где-то там с кем-то общаться. И поэтому в какой-то момент что-то такое включилось. Потом, когда оставалось уже там четыре дня до окончания, я подумал, я хочу сначала. Вот реально хочу снова это пройти, потому что фигня, все эти вот мозоли и все, и мышцы, которые болят. Потому что есть что-то мистическое в этом пути. А может быть, просто даже не в пути, а в том, что ты остаешься сам с собой вот так вот. Выключаешься полностью. И что там начинает происходить? Какая-то мистическая. Да. Ну что, вопрос? Мы повторим? Нет, пока. Добрый вечер, Кристина. У меня такой вопрос. А какие ты вообще контакты сохранялись социальными? То есть пользовался ли ты мобильным телефоном? Там еще вообще, как вот этот процесс, когда ты выпал из своего привычного отношения? То есть понятно, близкий круг, наверное, знал, да, о твоих планах? А вот там раз, и вдруг человек на какое-то время. Да, я понял. Смотри, телефона у меня не было мобильного, да. У меня был с собой фотоаппарат. Ну вот, это все в одном было. Фотоаппарат, видеокамера, и там был выход в это самое. Если был Wi-Fi, можно было выйти. Вот. И я для того, чтобы не общаться, у меня не было того, что я скрываюсь, да, от всех. То есть вот в том пути у меня еще пока не было, сейчас хотя зреет такая мысль, но тогда у меня еще не было мысли выйти из социума и посмотреть, как в дикий курс ворудок. А я вот на днях просто общался с человеком, с одним, и мы что-то вспомнили, знаете, такое, есть пирамида Маслоу. Да? То есть некая пирамида, которая предполагает, что человек начинает реализовывать свои там вот какие-то высшие качества и на уровне духа, только тогда, когда он, да, реализовался, там, у него есть еда, есть где жить, а он там среди себе подобных как-то реализован и еще что-то. И начав анализировать, я подумал, а что получается? Я наоборот, то есть пирамида, негае ограничения все равно дается супер англ. Да, есть надо, но когда я сижу в страхе, что если у меня не будет еды, я умру, то я реально не сижу в этой пирамиде, и я должен, да, вот это выстроить, и тогда такая доверка зайдет. А если я вышел за эти рамки, и мне не страшно, я знаю, что я могу без еды 40 дней прожить запросто, а за 40 дней-то я уже всегда добиваюсь с тюними булочками и точно пойдут поесть. Ну, то есть вот получается некое ограничение вот в этой пирамиде, да, и это я к тому, что интересно теперь мне освоить вот этот третий этап. А что если выйти из общества и пойти действительно в дикие условия и посмотреть? Смотрите, здесь вот, для меня вот эти эксперименты важны не тем, чтобы отказаться от денег, от еды, от общества, а именно тем, чтобы, оставаясь, ну, питаясь, имея деньги и общаясь с людьми, не зависеть от этого, да, вот чтобы не было этого страха. Как же я без денег, как же я без еды, ай, как же я без людей, да? Вселенная все дает, надо только можно открыться и все происходит. Так, и ваш вопрос? Да, то, что знали ли вот... Да, про телепроект. Так, телефона не было, значит, была вот эта видеокамера, да? Чтобы не общаться, по минимуму общаться, потому что каждому все равно надо было одно и другое писать. Я делал так, вот я двигаюсь, я делаю, там, например, там, городок, там, N, я делаю фотографии, делаю какое-то видео, там, я вот стою, вот видите, это, там, вот это, то-то, то-то, то-то. Или какая-то философская мысль мне пришла, я говорю, вот сегодня меня вдруг посетило, это там, ла-ла-ла-ла-ла, там, на 2 минуты. Все, и как только появлялся где-то фри вай-фай, я сразу же выкладывал видео, подписывал этот альбом, там, например, городок, N, и видео выкладывал. И кто за мной наблюдал, они видели, а, ну понятно, он вот там-то. Я дальше перемещался, и за мной можно было следить вот по таким выкладкам. То есть я не практически ни с кем не переписывался. По ходу пути появились, появлялись новые знакомые, новые, ну, несколько вариантов отношений устанавливали. Это были некоторые знакомые, с которыми вот так расходились, и они даже не знали, кто я, что я, вот там, 15 минут подвезли. Были те, кто продолжали следить какое-то время, потом уходили. Были те, кто всю дорогу проследили, потом сказали, молодец, ты герой, и ушли из моей жизни. А остались те, кто до сих пор, ну, теперь вот такой вот, тот самый, наверное, реинкарнационный коронический друг, те, которые остались. И поэтому, чем дальше я шел, тем больше людей начинало, ну, продолжали смотреть вот эти фотографии и видео. Появилось много иностранцев, которые там на Фейсбуке, мне приходилось выкладывать на Фейсбуке, в Одноклассниках, ВКонтакте. Потому что мои родственники почему-то были на Одноклассниках, мои друзья почему-то были ВКонтакте, а иностранцы были все на Фейсбуке. Ну, плюс еще видео я на Ютуб выкладываю. Поэтому у меня как только появлялся интернет, какой там переписываться, какой там что-то смотреть, статьи читать, да? Быстрее я все выложил и дальше пошел. Вот, вот это вся связь была. И я когда потом домой вернулся, я видела маму, она там это, галочками себе там ставила. Пятнадцатое число там, такое, такое. То есть, ну, она ничего не говорила, молчала, но она там слетила за это. А иногда были моменты, когда у меня долго не было интернета, и я выпадал. И тогда начинали происходить общение между людьми, которые вот были там у меня в друзьях. Они начинали между собой общаться. Например, они смотрели фотографии там последние. Вот Новая Зеландия, я там с Хойтом. Они начинали писать там, Хойт, и говори. Хойт, когда от тебя ушел Александр? Вот он пишет. Ну тогда. Так. Значит, у меня там на стене появлялись записи людей. Кто видел, где я последний раз? И они там обменивались мнением, потом объясняли, где в последний раз кто меня видел. Ну и прилежно сидели, ждали. При этом, когда я заходила к себе на страницу, у меня на странице было написано от многих-многих людей. Саша, где ты? Саша, где ты? Саша, где ты? Я двум странные таких, как я могу ответить. Да, везде. Если меня нет в интернете. Я стирал все эти где ты, выкладывал очередную серию фотографий, все вздыхали и комментировали. Тебя не было в интернете там 14 дней. Ну спасибо. Ну ты двигался отлично. Да, еще вопросы. Здравствуйте, меня зовут Евгения. Ну вопрос у меня такой, то есть если про начало говорить. То есть сначала вы встали и какие-то машины не останавливаются, да? Потом машины стали останавливаться. То есть вы внутри потом научились ослеживать это состояние, когда вдруг машина останавливается и происходит как-то движение. Или когда машина не останавливается, то есть всплывает какой-то страх, какие-то сомнения, клепания. То есть вопрос такой. Вы сейчас можете, наверное, четко контролировать вот это состояние, что вы его включаете, и вдруг моя машина все останавливается, да? Вы его подарите или специально как-то что-то так? Не, сейчас я расскажу какие варианты. Там несколько вариантов. Ну то есть вы, знаете, сейчас дошли уже до уровня профессионализма. Я сейчас клубать попробую. Я сейчас клубу по поту. Ну то есть вы можете, скажем так, настроиться так внутренне, чтобы вокруг этого события складывались так, как вам надо или нет? Да, знаешь, мне кажется, что у меня сейчас какой-то вот этот настроек происходит самостоятельно. Потому что иногда происходит какие-то события. Я думаю, ой, как это получилось? То есть оно как-то... Давай я про автостоп просто скажу, как оно это, а потом скорректируем, если я не ответил на вопрос. Значит, по поводу машин. Реально я сначала отслеживал то, что как только я начинаю, ну не то, что паниковать, но появляются сомнения. Например, а сомнения самые разные и забавные. Например, вот я стою, начинаю поднимать руку, и машина не останавливается. Я думаю, а что происходит? Я раз, что я думаю? А я думаю, я не на том месте стою. Не, не хорошее место. Машинам неудобно останавливаться. Что я делаю? Это не машинам неудобно останавливаться, а я начинаю, да, транслировать вот это. Или я могу думать, что как-то сегодня не эта погода какая-то хорошая. Лучше, может быть, пойти там, речку найти, полежать, что стоять там поднимать. То есть, это не обязательно страх, а именно некая трансляция того, что я начинаю миру фонить, что мне не нужна машина. Машина начинает проходить мимо. Как только я это отслеживаю, я, соответственно, убираю эти мысли, поднимаю руку, и машина останавливается, как правильно. Но есть моменты, когда машина не останавливается. И вот эти моменты я сначала не могу понять, что происходит. Почему? Я уже всю себя отсканировал, я уже и себя и расслабил, и подышал, и уже ну все сделаю, а она не останавливается. Я уже и так, и сяк, и уже на дорогу выйду. И уже думаю, может, это со мной. Все, ну все, уже идеально. Все ей в голову ставить, и машина не останавливается. И потом я отследил такой момент. И вот это, ну как, для меня уже это классика, классика фраза такая. Если я вышел на дорогу, и любой, кто вышел на дорогу, если вы вышли на дорогу, значит ваша машина уже тоже вышла. Но когда она придет, это неизвестно. И вот этот момент, когда машина не останавливается, даже если я чист и нигде не фоню вселенную, он, да, он как раз зависит вот от какой штуки. И этих ситуаций было достаточно много, и они мне помогли, потому что я уже задался вопросами. Я такой, ну мир, ну, не понимаю, почему, объясняй. И, значит, смысл состоит в том, что, например, ну машина проходит, проходит, я могу стоять пять, десять, пятнадцать, двадцать, десять минут, ну что такое, сорок минут, ну это уже вообще нереально. Это много сорок минут. А потом, например, проходит час, и машина останавливается. Так вот та машина, которая остановилась через час, она меня везет дальше, например, тысячу километров сразу. И она меня, либо эта машина везет меня не тысячу километров, а она меня привозит в какое-то место, куда я вообще не собирался заезжать, то есть она сворачивает с какой-то моей вот, ну, примерной такой направленности с Востока на Запад, и привозит меня куда-то, где я встречал человека, с которым мы там до сих пор дружим, и у нас вот, ну сразу при встрече такое возникало, вау, да мы же сто лет друг друга знаем. И мы понимаем друга, мы говорим на разных языках, но нам ничего не надо, вот мы улыбнулись друг другу и все понимаем. Правильно я понял, да, что чем больше препятствий, тем больше приз, да? Приз. Да, вознаграждение в виде человека, в состоянии. Но это даже не препятствие, а именно просто нужно... Машина вышла, да. Да, машина вышла, да. Просто я так, знаешь, когда вот ты себя просто начинаешь сначала тренировать и сканировать, то, ну так, примерно прикидываешь, вот 15 минут и все, и машина встает. А тут раз, я не встаю. Да все нормально у меня, нет. Ну вот, вот такое вот включалось. Потому что, ну я так потом думал, ну если бы, наверное, машина бы и могла остановиться, но она бы остановилась, ну подвезла меня там 30 километров. Ну и дальше все равно, дальше стоишь, да? А либо я бы не попал туда, куда меня привезли и не встретил там какого-то определенного человека. Как ты так ответил? Да. Еще, можно вопрос? Давайте. А бывали ли какие-нибудь случаи, когда вот машина останавливается, ну, как сказать, ну, хулиганы, преступники, ну, как сказать, нападения или какие-то? Да, те, кто усиливает службу, криминальные бы были. Или все чистые, светлые, добрые и все заедут. Ну вот и мне почему-то встречались светлые и чистые дома. А вот сейчас вспомнил одну ситуацию, но, да, это были нормальные люди, просто сказали, да, криминальные, да. Были моменты, когда я садился к кому-то в машину и просто так раз смешно смотрел на них и думал, о, у них шляпы такие, как в этих самых каких-то там наркоторговцев, о, бандюганы какие-то. Ну, они мне там раз протягивали сразу, там, обычно, воду предлагали, там, еду там предлагали какую-то, еще там, до того, как говорить. А как ты говорил? Иногда, сейчас, иногда вопросы задают, да, ну, как, ну, тебе давали, потому что ты, там, говорил, что ты, о, вот ты так путешествовал. Не-не, а обычные люди, когда к ним посаживаешься, они предлагают, если это жарко, особенно где-то жарко, всегда воду предлагали сначала еду, а потом уже разговаривали. После того, как разговаривали и узнавали, ну, историю, если, если удавалось, то предлагали второй раз. Потому что была такая мыс поиск, как же, ты же такой, тебя надо еще второй раз на камне. Ответил? Да. У меня два вопроса, Саша. Первый вопрос, все-таки, план какой-то у тебя был, откуда-то, пункт А, какой-то, так, идея, или ты все-таки был так? Омст! А как ты понял, что тебе омст надо обратно? Ну, трубосветка же? Нет, у меня вопрос вот такой, то есть, был ли у тебя какой-то замысел, так скажем, вот, сегодня я здесь, а завтра мне дам бы отказаться? Нет, нет. То есть, ты двигалась, как громское движение, да? Да, да, да. Туда занесет, да? И в этом был кайф, это был тоже один из страхов был тоже, потому что я утром просыпаюсь, и я не знаю не то, что где я буду вечером, где я буду ночевать, я не знаю, где я буду через 15 минут. Остановится машина, куда она поедет. А во всяких вот горячих точках, то есть, тебе не приходилось бывать? Нет. По отрезкам получается. Омст, Москва, а дальше? Омст, Москва, Белоруссия, Польша, Австрия, Чихия, там, Словакия, по ходу где-то, ну, может не по порядку называю, Германия, Италия, Франция, Испания, Португалия, Америка... Америкинский? Да, да, Америкинский. Межконтинентальный, да. Америкинский, да. Америкинский, да. Самолет из стопов. Алиостоп. Договарим маршрут до конца? Да, да, да. А потом будут отвечать на вопросы. Не могу сразу, не научился еще так одну минуту транслировать. На одном языке, но много сразу. Ну, в общем, Океания, потом Новозеландия, Австралия, Капуа-Новой Глюния, Индонезия, Малайзия, Таиланд, там, и все мелкие страны, Китай и Воскресенье. И вопрос был про море. Ну, собственно говоря, на море я добрался и примерно так же задался вопрос чудесный. Ну, Стань, я не могу. Ну, идея у меня была простая, я думал, что все просто надо пойти в порт и договориться с кораблем. И... Прости. А? Прости. Да, просто пойти в порт и договориться с кораблем. На каком языке? Не знаю. Не знаю. Но это то же самое, что... Это как автостоп, да. Только морестоп, поэтому... Потом, смотрите, автостоп, он же тоже разный бывает. Бывает, ты стоишь, тогда тебя выбирает машина. Причем иногда были ситуации, когда машина могла уже проехать, и вдруг она резко останавливалась, тормозила и возвращалась обратно. Ну, вот, например, в России, да, если вот, чтобы было понятно, как договорились, да. Он раз раздает, я сажусь к нему, и я понимаю, что он не хотел сначала останавливаться, он проехал. Я спрашиваю его, а почему ты остановился-то? А он такой говорит, ты знаешь, я вообще никогда никого не подвозил и не подвозить не буду. А тут меня как будто кто-то под руку толкнул, и я как будто остановился. Вот с ним мы как раз проехали около тысячи километров вместе. И вот как раз я тогда стоял там где-то около сорока минут под дождем, и машина не останавливалась, хотя я, как мне казалось, был абсолютно такой спокойный, и все меня устраивало. Вот. И он такой едет и удивляет всех, и вообще не понимает, что я стоял. Мы потом вот так разговаривались, там, слово застало, все хорошо. Проехали сколько-то там часов, он потом говорит, ну ладно, что ты остановка, ты Кирикузна, значит, да. Кирикуз, Кирикуз. И сразу остановился, ну, может, конечно. Такой достает там из богатника что-то, говорит, иди сюда. Я говорю, да не-не, я не хочу, не все нормально. Он такой говорит, что не хочу, иди, тут сейчас я еще и тебе и дальше чудеса буду рассказывать. У меня жена собирает мне сумку, всегда положила там, там, один бутерброд, одну там, один огурчик, одну помидор, одну, и вот. А тут кладет два, два, два. Я ей говорю, что ты не кладешь, я не съем столько. Она знала, что ты ко мне съем. Я здесь, хорошо здесь. Ключла. А можно вот параллельно фотографиями немножко комментировать? А что это комментировать? Вы потом зайдите на страницу и посмотрите. Вот это бутсандианы. Вот здесь мудры, мацерамы. Вот. Вот это самое. Это вот как раз где-то в стороне раненьки пути. Видите, вот там такая гористая такая местность. Там иногда есть большие дороги, по которым ты идешь, а иногда просто по камням начинаешь идти. А везде есть вода, там даже если это самое, ну там жарко обычно, но вода там везде обустроена. Я к тому, что там обустроена такая дорожка, по которой ты идешь. Ну вот. Такие-такие-то вот горы. Это один из, это сам жаркоинный порт. Это как раз городок, откуда этот самый старт идет. На границе Франции из Франции. Это одна дорожка по полям идет. А у дорожки вот такой навес есть. Если дождь пойдет, то можно вот так спрятаться. Я вот на таких вот остановочках начала. То есть люди там останавливались в каких-то этих самых альбергах. Ну типа как хостер, где кровать на двух этажах. Немного-много человек в комнате. Ну а я вот так вот. А вот это француз, с которым мы ну как-то вот так вот разговаривали. Но я понял, что он путешествует по пути сантяга туда-обрату. И не хочет с него сходить. И он уже делает это несколько месяцев. И он мне говорит, путь сантяга это класс. Типа там Франция это кризис. Хотя вот там здесь. Ну и он мне там говорит один раз. Потом на карте показывает второй раз. Ну и вот он вот так вот куда-сюда ходит. И он такой весь вот. Там у него уже штаны, он так их оборвал. Там обувь такая подвязанная какая-то такая. Но зато он там уже всех знает вот этих местных в лавочках, которые они его там подкарывали. Ну а это вот линия, которая выключается в середину пути. То есть это вот 400 километров я прошу. И еще 400 осталось. И целых 800 километров. Но в некоторых местах стоят такие столбы там, чтобы было радостно наблюдать, как еще километр будет. Да, иногда дорога проходила через города. А города типа такие здоровые, какие реально большие там города. И вот по этому городу можно несколько часов идти, чтобы выйти с одного конца, где ты зашел, и выйти в другой. Но там такая интересная штука сделана, чтобы вот эти паломники не заблудились. Там они в вас лают или в стены встраивают такие вот ракушки, которые направляющие. И вот, видишь, если забудутся, так, где? А, вот. Понятно. А не было навигации там? Нет, навигации никакой не было. Я за этот месяц, на самом деле, настолько к ним стрелочкам привык, чтобы я оказался, да, там, это самая, за этим. И такой, да, и на автомате еще стрелки думал, опа! Чего это? Быстро сформировалось. Это одна из вершин, у меня было, кстати, день рождения. Это, кстати, 20 сентября, но это было 8 сентября. У меня было день рождения, и я утром проснулся, и идет дождь такой. И мне через перевалы, я через перевал поднимаюсь, там витрина, там вот такие, из металла такие фигурки сделают. Я стою, такой, значит, каким-то полиэтиленом, сверху так накрылся, чтобы не очень там у меня мочило все. И пытаюсь на видео что-то записать, и где на видео там такой ветер шумит. И я говорю, ну вот, типа там, встречай, день рождения! День рождения! Вот именемик. Это мне, как раз я там вот 8-го числа познакомился с парнем, с девушкой, он из Франции, она из Австралии. И они, увидев мои ноги, подарили мне вот эти вот ботинки. Я в них прошел два дня и передарил их следующему человеку. Потому что я понял, почему они мне их подарили. Они достаточно высокие, и когда идешь, нога гуляет, вот это место начинает стираться. Поэтому я кроме пальцев, стерящей вот эту ботинку, думаю, не надо. А так обработать их ножом немножко не выходило на себя? Нет, лучше подарить. Не знаю. Знаешь, лишний вес. Я еще постоянно избавлялся. У меня этот рюкзак был 11 килограмм. И это для меня оказалось вообще просто такой неподъемный груз. Я думал, зафига я эту карну такую большую, тяжелую, с собой тащу. Но я даже смотрел, нечего вытянуть, да что ж такое. И когда у меня, например, рвались носки, я радостно думал, ура, хоть чуть полегче будет рукаться. И мне тут же дарили следующее. Или там рубашка порвалась. Ура! Если ты футбол ходил, фу, на футболку на целую. Легче, мне тут же еще две футболки дали. Ну вот это вот как раз вот эти вот ребята. Саш, ну а то есть вот как бы сизго. А вот эти вот показатели, которые на вот этом городах такие вот покраковки. А пищу как-то добывать приходилось там? Порываешь там или еще что-то? Да, сейчас про еду, как есть и как говорим. Значит, про говорить. Проговорить было просто. Потому что если ты ехал с кем-то 15 минут, то это было так. Хочешь есть, хочешь пить, хочешь спать. Если человеку было интересно со мной говорить, то как правило мы начинали либо рисовать, либо если путь надо было показать, находилась карта, либо доставался их мобильник с интернетом. Они находили транслейт и находили русский. Всегда было так сложно найти русский сайт, клавиатуру. И мы начинали переписываться. Иногда была такая переписка. Один раз там с китайцем от них ехал. А он вот так сидит, рулит. И я говорю, типа давай потом. Рулий. А он рулит, а ты сюда, ты сюда. Я думаю, зачем? А он, я хочу с тобой общаться. То есть общение было вот такое, что если и еще включалось, ну это вот и сначала было, а потом стало включаться некое понимание на уровне вот здесь. А если человек в тебя включался, если не так что, ну привет, сейчас доедем, я тебя выслушу, все. А ничего не происходило. Как только человек вот включался вот всем собой, всем своим сердцем, то происходила какая-то мистика. И я, ну может я себе это придумал, но мне казалось, что тогда он тоже с ней придумывает. Мы начинали понимать друг друга. Я понимал, о чем он мне говорил. Мне без разницы были его слова. Я вот здесь как-то удивительно вот это понимал. Да, это мистика, но это вот реально. Потому что, ну, я так иногда думал, да ладно, придумал себе. Но если мы продолжали общение с этим человеком и добирались там до дома потом, то выяснялось, что да, все, что он говорил, ну я его правильно помню. То есть, ну чаще это было, там, хочешь, там останется там у меня там вот внутри дня. Причем это же говорилось быстро. Я говорил, ага, и мы куда-то там ехали. Приезжали, потом он доставал транслейт, я ему писал. Я не понял, что ты мне сказал, ну по языку, хотя я понял вот здесь. Он мне писал, я читал и понимал, что да, я ему сказал, да. А по поводу еды. А про еду ни разу ничего забывать не приходилось, потому что мне чаще приходилось отказываться от еды, чем мне ее не доставало. Ну и отказываться условно, отказываться нельзя было, потому что если мир дает, ты отказываешься, он тебе в следующий раз это точно не даст. Поэтому я просто сходил за дороги, чтобы немножко проголодаться и вернуться опять на дорогу. Я поправился за время своего путешествия на 8 килограмм. И если отвечать на вопрос, как долго я оставался без еды, ну я утрированно, может сильно скажу, но реально больше часа мне никогда не приходилось без еды оставаться. Потому что если я особенно ехал вот так, вот смотрите, вот у меня машина под розик, вот я остановил машину, я сел. Ну скажем, мы едем с ними 100 километров. А они мне дали поесть. А дальше мы разговариваем, они выясняют, что я там куда-то еду, я там вокруг света путешествия, я просто страхи исследую, да, через переводчик разговариваю. Они такие, о, надо тебя еще накормить. А они останавливаются у какого-то кафе придорожного и начинают кормить. И причем они обижаются, если я не ем, они говорят, это нереально, что ты не хочешь ездить, ты же в пути, ты должен хотеть ездить. Соответственно, через час меня усаживают, я выхожу на дорогу, поднимаю машину, во второй машине есть. Второй час, продолжается такая история. И когда это продолжается, и в третий час, я понимаю, что мне проще идти с дороги, чем обижать людей, зачем. И отказываться, да, отказываться. Вселенная скажет, ну вам точно не надо, значит больше каждого не будем, и все, значит не надо. Вот, поэтому я просто уходил куда-нибудь там, в лес, на берег печки и отдыхал. На пути Сантьяго я нашел просто один, это был сентябрь месяц, и я питался там яблоками, сливами, грушами, ну это вот, а, и это как, ежеленько разладывают все эти дорожки. Плюс там на пути тоже своего уровня какое-то братство формируется, и люди там постоянно, когда идешь, особенно через города, они тебя останавливают, они уже там в альберге где-то сидят, там отмечают очередной день, а ты еще идешь, они тебя могут остановить, затащить, посадить, накормить, сказать, куда ты стоишь, оставайся. А в это время какая температура была по пути Сантьяго окружающего возраста? Ну жарко было, не 30, а может больше было, жарко было. Сентябрь еще жаркий, но говорят, что летом там вообще просто пикло и невозможно идти. Лучшее время для пути Сантьяго, говорят, май и сентябрь. Ну вот я чуть-чуть сентябрь, я, конечно, жарко захватил, там 30-го числа уже дожди. Потому что говорят, в октябре уже плохо идти, потому что дожди начинают. Поэтому май и сентябрь. Ну сентябрь реально был хороший. Хотя вот если идешь, да, вот солнце спечет, вечером вот так вот все, вот эта вот сторона, Хорошо, если завтра дорога повернулась, тогда здесь забирайте. Иначе потом так видео, если вот так снимаешь, нормально. Если так снимаешь, тоже нормально. Если вот так снимаешь, то такое получается. А зиму приходилось ли застать? Снежной зимой? Зима меня только один раз догнала, я постоянно от нее убегала, так как я сначала шел по верху экватора, тут было лето, а потом я спустился ниже экватора, и там тоже началось лето. Поэтому у меня всегда было жарко, один раз в Америке, где-то в Нью-Мексико, но я там как раз в это время жил просто в семье американцев, поэтому пошел снег, я сказал, так все, я покидаю в Америку, и не хочу, здесь больше не сидим и хватит этого снега, я пошел в Америку. Многие отцены были. И снег так выпал, и вечером расстали. Ну а в плане одежды так выпало? Да, в плане одежды. Ну что в плане одежды, я ушел уже сразу в тепло, здесь я у них не чемал. Ну вот так, в ноль градусов тоже так. Не, у меня была курточка такая, там вот на фотографиях она видна, такая, типа там тонкий синкепончик такой. Вот такой еще вопрос. А вот ты говорил, что сходил с дороги там и так далее, были какие-то вот реально опасные для жизни встречи с дикой природой, там может не знаю, с животными, какими-то там насекомыми, вот. Ну, и заболевания, то есть наоборот, какие-то происшествия, которые там, ну, простудные, вирусные и так далее, то есть в такой вот момент. Ну, с болеть не начну. За время людей ни разу не болел вообще ничего. Просто, на самом деле, по ощущениям происходила какая-то, что-то опять из области мистики. Происходила трансформация тела. Я каждый раз, вот и раз, так слушая свое тело, так как я ощущения свои контролировал, я обращал внимание, что у меня тело меняется. Я там, ну, там тягал какие-то железки, но я чувствовал, что у меня вот как будто мышцы стали там крепче, да. Ну, может быть, да. Потом кожа в какой-то момент стала такая вот прям как бархатная, бархатная какая-то. Я думаю, что это происходит такое. И внутри, я думал, что тоже что-то происходило, потому что, ну, как это, иммунитет, наверное, включился по максимуму. Плюс я большую часть времени все-таки проходил на воздухе и спал чаще всего все-таки на улице. Поэтому ни разу не было никакого заболевания. А про животных? А про животных? Про скол. Да, секунды, да. Про животных была одна встреча, когда был на Гавайях с кабаном. Ну, мы так друг на другу смотрели, я в одну сторону убежал, но он там на них убежал. Ну, ночью я спал и там, в общем, он подошел. И когда в Таиланде был, там собаки достают очень сильно, если ночью где-то идешь, они привыкли, что все либо на мотиках ездят, либо на машинах. А когда пеша идет, они прямо выбегают и с вороги понесутся. Ну, вот так вот видишь, когда такое скало не без уха, то как раз что-то начинает подниматься. А потом я понял, что их просто нужно на дно, как бы у меня такое включилось, потом я уже на шутку все вперед и подумал, надо их научить русскому языку. Я начал кричать, давай! Они останавливались так, не понимали. Ну, недоумство далеко было. Ну, я первый раз так сделал, смотрю, тормозят второй раз, а потом они уже только выбегают там откуда-то. Я уже, давай! А с властями? С властями, с властями ничего не было, с полицией выходили по встрече. Ну, они все заканчивались положительно. К полиции я вообще... Полиция проявилась в моем путешествии очень положительно. В России, значит, под Нижним Новгородом, я там подошел на пост, по пост, да, там, и попросил мне остановить какую-нибудь машину, потому что там была трасса, вот, скоростная, и я не понимал, где мне там встать. Я просто подошел, у меня сначала, конечно, провели паспорт, там, пробили меня там. Не ищет ли меня кто-нибудь? Потом разочарованно сказали, да, никто для меня не ищет. Ни в кого ты не ищешь! Да, и они мне остановили. Значит, автобус, который меня уже от Нижнего Новгорода дойдет до Москвы. Потом в Индонезии полицейские мне купили билет на поезд и отправили. Ну, я думаю, что они просто хотели меня со своей территории отправить, чтобы не было ингредиенты на их территории. Сначала накормили, причем накормили их полицейской едой. У них в таких коробках, там, по разнарядке, там, типа, рис, там, что-то там, еще булочка какая-то, вода. Вот эти три коробки мне поставили, сели, все, и меня смотрели. Я одну коробку такой поел, они говорят, ешь еще, я говорю, я больше не хочу. Они, ну, ладно, они только, собственно говоря, потом отвезли купили билет. В Китае полицейские отвезли в аэропорт, когда ночью холодно было, чтобы я там переночевал. Причем я там не понял, а пускают, аэропорт ночью не работает, в Шанхай будет. Аэропорт ночью не работает, но... Но тебе? Я не знаю, да, но я не буду говорить, что, типа, там, до меня открыли, может быть, и можно. Но я, когда, ну, когда меня привезли туда, мы зашли, там, сразу какой-то дядька бежит, и полицейский, ну, что-то там, типа, окей, окей, и мне такой показывают, там, выбирать. Там никого не было, но я пошел там, влет на эти стулочки, и они тут расползлили. Вот, то есть, как бы, вот, с полицией так было. А, ну, в Америке, правда, был забавный случай, курьезный, в Нью-Йорке. Ну, это, это мои, моя концепция понимания свободной Америки. Я подумал, ну, Америка, свободная страна. Ну, у меня был образ такой Америки. И поэтому я лег спать на лавочке в парке в Нью-Йорке. Первый же день. С видом на остальную свободу. Такой весь в спальнике. Такой свободный человек с свободной страной. С красивым или тому свободным женщин, который там не стоит. Да, по часу ночи, я слышу, we, we, подъезжает полиция, выходит полицейский. И подходят ко мне, я говорю, я не говорю по-английски. Они такие, типа, что-то там такое говорят, я ничего не понимаю. Потом ты слышишь слово знакомое, паспорт. Я думала, ну, да, сейчас там паспорт. И когда спать ложился, в спальник застюгивался, паспорт отсюда засовывал за фокус. Ну, и я вот сижу на лавочке, вот у меня спальник вот так растённый. Я делаю такую жизнь. А я ещё сказал, я русский, да, я исполняюсь в России. Я делаю это. Полицейский достает пистолеты, достает пистолеты. Пистолеты что-то верещат по-своему. Хватают, короче, за руки, ну, так, за руки назад, надевают наручники. Потом аккуратненько начинают за стол. А у меня паспорт в таком, да, ну, там, не промокают. Был пакет из зоны, что-то достают. Ну, один-то голос спрашивал, видимо, что это. Он такой, паспорт. Ну, всё, потом они там по рации связались, проверили мою легальность, наверное. Ну, в общем, что-то проверили, извинили, сняли наручники. И сказали, что здесь спать нельзя. Они говорят, ты типа в отеле. Я говорю, ладно, хорошо. Они ушли, я понял, что свобода заканчивается. Вот на открытых лавочках. И пошёл, нашёл пустые, где никто не видел. И продолжил свой сон в том же парке. Примерно с тем же ритом, только из-за двух кустов. Ну, соединён за штатами с Карпистаном по парке. Со стороны или с Панией? Ну, опять же, на океанах Атлантических. То есть ты, как это, корабль с топом туда поплывал? Нет, значит с кораблями. На корабле мне ни разу не удалось проплыть. А все возможности, когда я плывал по морям и океанам, это были частные яхты. С частными яхтами было договориться проще, чем с кораблём. Потому что у кораблей там какие-то кучи каких-то условий. Надо с одним договориться, с другим с третьим. Их где-то надо всех ещё найти, собрать, ещё после визита применить. А с частниками ты приходишь в эту марину, ходишь там у них. Они начинают к тебе привыкать. На третий день они уже говорят этот ненормальный русский, крэйзи русский. Его надо отправить, он достал, подходит. И начинают всех кормить, улыбаться, здороваться. Видят, где ты спишь. Предлагают тебе поудобнее поспать. Пускай там сидят, что ты тут спишь, типа на земле. Давай, ты можешь меня вот здесь привлечивать. Ну всё, когда ты становишься уже таким шкафом, на котором уже стоит здесь. Они, да. Вот здесь опять, да, возможность без языка общаться. Люди начинают за тебя договариваться. А в автостопе, кстати, за границей я тоже такое использовал. Я договаривался, я приходил на заправку, когда я стоял не так, а на заправке. Я договаривался один раз, я подходил, договаривался с заправщиком. То есть мне надо было объясниться один раз. А потом я ему показывал, я так сижу. И он меня потом только так... Сэр, мистер, ваша машина пришла. Всё, я ехал. Я даже иногда не знал, куда он там договариваться. Надо договариваться, надо ехать и поехать. Вот. Причём он же там свою какую-то ещё историю там рассказывал. Я же не всегда там ему рассказывал. Я говорю, мне вот туда. Саш, ну вот самый большой страх, который пришлось испытать и победить в процессе поездки. Самый большой страх... Знаешь, его на самом деле настолько размусолили и рассказывать снова и снова вот эту историю становится мне уже очень забавно. Потому что мне кажется, что уже все посмотрели этот видеоролик, да? Про эту самую... Самый большой страх, это страх смерти. Или была ситуация, когда меня чуть не съели. И... Кто? Тузерцы? Да. По поводу. Да. Да. Ну вот раз вы так реагируете, значит никто этот видеоролик не видит. Потому что как-то... Причём мне так иногда рассказывают. Я многим СМИ не давал какие-то интервью. Но мне вдруг иногда всплывает. Человек приходит и говорит, слушай, я там прочитал в аргументах и фактах интервью, чтобы я не давал организм. Они там вот написали, что тебя там чуть не съели. Я говорю, да ты что? И вот СМИ зацепились вот почему-то за эту именно историю. И они её вот там все там передавали. Меня там приглашали один раз там на программу в Омске. Ну, пиши не каждый день, говоришь. На типа доброе утро какое-то. И они сразу же, я им там что-то своё рассказываю. А они говорят, не-не-не-не, вы нам расскажите, как вас чуть не съели. Я тут вот все СМИ кинжу. Я говорю, да что ж такое, вы мне уже. Но, зато это была реальная возможность пережить высший пик вот этого страха. Хотя ситуация была абсолютно безболезненная. Значит, я плывал на яхте, который главный. Частная яхта там было сколько там, трое-четверо человек. И тот, кто не главный, я ему сказал. Мне все мои друзья говорят, не плыви в Папуа. Там типа надоедешь. Ну и мы с ним посмеялись. И всё. А мысль пошла жизнь своей жизни. А мысль пошла жизнь своей жизни. Попричаливаем. Я плохо переношу. Я не моряк. Никогда не мечтал о яхте. Я не буду мечтать теперь уже точно. Вот. Плохо переношу качку. И каждый раз, когда я сажусь на яхту, я говорю, боже, когда же мы прибудем? Я уже не могу. Значит, и когда обречаливали, я всегда быстрее бежал там где-нибудь. Спать речь на земле. Всё. Вот так вот вытянешь и здесь спать. Я утром просыпаюсь, яхты нет. Там какой-то лесок. Тут причальчик, яхты нет. Я такой думаю, ну так что, паспорт у меня здесь. Рюкзак уплыл. Ну ладно, уплыл, уплыл. Потом я думаю, а, они наверное там. А там такой поворотик. Я думаю, наверное там. Заплыли за соседнюю горку. И начинаю идти под ним. Из леса убегают несколько людей. Хватает меня. Приматывают. Варим. Уходят в лес. Там начинают производить костёр. Гремит посуда. Ну и дальше я начинаю говорить. Ну вот классно, Саша. Давай наблюдаем. Вот страх. Да. Какая-то фигня была. Меня же съедят. Так, всё-всё-всё-всё. Но это вот мысли. А эмоция начинает просто зашкаливать. Она вот так. Она просто уже. И я ещё вот такой момент отследил. Что я не понимал, как это можно себя убить. А реально можно себя было убить страхом. Да? То есть эмоция настолько начинает. А сердце бьётся. Там, я не знаю, давление, наверное, вообще там подпрыгнуло. Тело вот так вот всё вибрирует. И я такой думаю. Так, надо подумать о чём-то хорошем. Причём такое. Она начинает опутаться. Там склон какой-нибудь ситуации радостной. Там из детства. Там из юности. Ещё чего-нибудь. Там. А у меня мозг опять. Да блин. Тебя. Так. Надо найти какое-нибудь хорошее в этой ситуации. Что-то. Кто-то будет сыт и здорово. Да? Вот. И опять мысли. Этим за этот страх. Опять становится вообще просто. Всё. Всё. И мне помогало вот уходить от этой мысли только осознание того, что я понимал, что я сейчас себя сам убью. Ещё до того, как меня следят. Потому что я реально прочувствовала, вот, ну, всё. Сейчас сердце просто, я не знаю, там, лопнет, разорвётся или что. И я просто вот, ну, я сейчас себя убью. Меня вот так вот уже всё. И в какой-то момент страх начал трансформироваться в другое состояние некой такой ярости, что-либо. Я подумал, что я сейчас всё убью. Да, тогда спустите меня. Ну, потом они выходят. Тошит такой чан. Выходят такие, отматывают, значит. Берут этот чан. Я в этот момент подскакиваю и начинаю убегать. Они, значит, этот чан хватает. Вода на меня всё выливается. У меня весь такой, весь мокрый. А меня, ну, вот так вот, рукой там хватает, не догоняет. Зану хватает. Я падаю, валяюсь в песке. Ну, в общем, я такой мокрый весь в песке. Я такой злой, как собака. А я пытаюсь убежать. Понимаю, что они, ну, длинноногие, догоняют, сбивают. Вот. И я такой, вот, вот на долю секунды я вдруг там где-то понимаю, что я, надо не убегать, а на бороду типа повернуться, да. И я такой, в очередной раз меня сбивают, с ног я падаю. И я чувствую, у меня ярость вот так уже шкалит. Я думаю, всё, я сейчас всех пору. И я в этот момент поворачиваюсь, слышу идиотский хохот. Из-за, из леса выходит капитан и говорит, сори, я пошучил. А главное было порвать этого капитана. Но в тот момент между объектом исследования, да, и исследователем произошёл спор, и исследователь убедил объект, что всё-таки надо сказать спасибо капитану за то, что он позволил пережить. Вот это реальное состояние в высшей степени страха. Это было вот, для исследователя это было супер важно. А они знают, что ты занимаешься степенью, да? Да, да, да. То есть пока и договорили, да. Причём он так стоял на достаточном расстоянии, он сказал, сори, и так подальше так стоял. Он здесь стоял, возможно бы я не успел передоговориться со своим субъектом. Я знаю, что интересно. Вот, как бы, объектом исследований Ляса ты сам, да? А сколько, хотя примерно по ощущениям в путешествии было взаимодействия с людьми, потому что очень много ты рассказываешь, сколько именно, ну, когда ты был один, то есть такого путешествия. И что для тебя более ценного в этом путешествии было? Взаимодействие, опыт с разными людьми или общение самим с собой? Смотри, самое большое время, когда я был один, сам с собой, это вот было Пуцадьяга 30 дней, да? А дальше были разные отрезки. Иногда я мог там, ну, просто подъезжать с кем-то, и я практически не коммуницировал. То есть я сел, меня подвезли, там, на поеденной кормили, высадили. И я мог там, ну, несколько дней, два-три неделю, мог вот так вот просто там двигаться где-то там. Ночь наступала, я прям дорогу, вот, в дороге прям лезть переночевать, утром выходил на дорогу и дальше. И практически, ну, я считаю, что это не было общением, да? А были моменты, а были моменты наоборот, когда я очень активно общался. Например, меня кто-то приглашал к себе, и я мог там зависнуть, собираясь остановиться на одну ночь, я мог остаться на три, на четыре, а иногда и на неделю, да? А у американцев в Альбухерке я жил вообще около трех недель. Ну, в американской семье. Ценно и то, и другое. Когда я был один, у меня была большая возможность вот эту вот свою, ну, поддерживать свою осознанность. Потому что все равно, когда ты коммуницируешь, ты выпадаешь вместе без осознанности. Но, понимаешь, если бы я постоянно оставался один, то, ну, не было бы вот этих вот, ну, каких-то моментов, да, для сравнения, да? Черно-белое, да, там нет, да? Вот. Поэтому, как ценно было вот это одиночное пребывание, и происходила некая трансформация у меня. А также и была ценно коммуникация. Причем, я иногда наблюдал взаимосвязь. То есть я коммуницирую, 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 как бы набирается некое количество чего-то, да? Потом я раз, и один остаюсь. И у меня раз, все это трансформируется, и я оп, новое что-то там себе добавил. Плюс коммуникация была мне вот чем интересным. Я в какой-то момент понял, что все люди, которых я встречаю, они реально не случайны. И они не случайны, в разном количестве не случайны, да? Иногда было, я там останавливаю машину, мне там такие спрашивают, ну, вечером уже. Они такие, ну, тебе есть где ночевать? Я говорю, ну, где ты будешь ночевать? Я говорю, я не знаю. Ну, поехали ко мне. И он такой, и он мне такой говорит, ты можешь у меня там жить, там, пять дней, десять дней, сколько хочешь. А я встаю на утром, ну, и мы вечером сидим, там, там, пьем чай, разговариваем, там, там, там уже компания. Компьютер, все так, все здорово. О политике, об экономике, о жизни, обо всем поговорим. Я утром встаю, и я понимаю, все. Понимаешь, как бы вот, как я говорил, танец. Мы свой танец закончили, все, мне нечего уже перед ним танцевать, а ему нечего, а мне ему танцевать. Все, и он такой, знаешь, стоит такой, смотрит, наверное, думает, нафиг я ему этих десять дней там пообещал. А я ему говорю, я, наверное, поеду. Он такой, да, 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 да. А были моменты, когда наоборот, я подсаживаюсь, человек сидит такой молчаливый, типа, ну, ты можешь у меня переночевать, значит, одну ночь. Я говорю, окей, все, ну, там, я лег, переночевал, утром встаю, и я чувствую, я не могу уйти, вот, ну, реально что-то держит. Хотя мы с ним вообще не общались. И он такой подходит и мне показывает, типа, ну, ты можешь, типа, у тебя есть время, а-нибудь? Время есть? Я говорю, есть. Он такой, поехали. И мы едем, и мне, например, человек что-то показывает, какие-то там пещеры мы едем показывает там, какое-то там место, что-то пытается рассказать, потом понимает, что мы ничего не понимаем, мы возвращаемся домой, включая компьютер, начинаете другое общение. И когда вот этот второй уровень общения начинается, я начинаю вот у этого человека зависать. И я понимаю, вот мы уже день протанцевали, два, три, четыре, не отпуская. И я вроде ему говорю, мне надо. Он такой говорит, ну, да. И при этом мы такие, ну, не отлипаем еще. А потом раз, о, все, закончили. Как будто, ну, я потом так придумал сидеть, что можно сидеть на месте и ждать, когда к тебе люди притянутся, эти кармические долги там какие-то отдавать, там, договоренности выполнять. А можно так отправиться сразу по всему миру. Всех надеть, всем все раздать. Все, ребята, оттанцевали. Смотри, все живут. Сколько максимально ты оставался вот совсем одиночной? Может быть, это мой личный страх, который я представляю. Ты идешь на дороге и вообще реально никого нет. Вот так вот. То есть 30 дней тебя не устраивает, да? Нет, а там же группа идет или как? Нет, как, они идут сами там по себе. Ну, через города идет, движение все равно. Но все равно, нет, там какие-то встречаются люди. А вот что будет совершенно? Ну, неделю, наверное, точно. Где-то было такое, наверное. Ну, это не страшно. Страшно, ну, смотри, страшно было, как вот я говорю, первый раз на дорогу там вышел, да? Первый раз там, когда вот надо по-английски говорить, что-то там с ними там договориться. И первый раз страшно там в том же лесу или ночевать. Так ближе к дороге там где-нибудь ложишься, что-то вглублено. А потом уже вот настолько вот фиолетово все становится. Приходишь в лес, о, классно. Ложишься, о, шумит. А мысли включаются, страшно-страшно, а начинается восприятие природы как живой. И лес такой, он такой раз, и шумит. И, ну, и меня включалось на автомате уже потом общение. Я ложусь, говорю, я у тебя переночую, ладно, ладно. Все, я уже не могу, я спал. Просыпаюсь, спасибо за приют, я пошел дальше. И пошел. Думаю, он меня слышал, хотя не отвечал. Спаник-пенка или спаник-пенка-палатка или просто спаник-палатки? Спаник-палатка была? Спаник-пенка. Добрый вечер, Антон. Если вы понимаете, сейчас он буквально минуту назад понял, не случались наши встречи. Я просто через неделю отправляюсь автостопом, в свой первый автостоп. И вопрос в связи с этим, отправляясь в подобное путешествие, нужно ли ставить для собой какую-то цель конкретную, да? И вот, ну, она появится в процессе, вот, нашлось в это внимание в подобных путешествиях, так скажем. То есть, для меня это будет первым окружением. Поэтому я известен. Очень много сомнений, и ты разглеен. Ну, то есть... Ну, я вот вначале говорил, что для меня, лишь путешествие, это не главное, для меня всегда главная идея. Поэтому, вот, когда, например, люди здесь говорят, ну что, давайте сейчас все вместе соберемся, и завтра выглянемся в круглосвет. Кто готов, да? Я даже такой вопрос не хочу задавать, хотя, по первости, там это... Поверял. Кто готов? Поднимайте руки, да? А потом... Ну, оно и раньше было, но сейчас я как-то еще больше это осознал. Надо стараться сделать то, что не твое. Прежде чем отправиться куда-то в путь, да? Вот по поводу идей, да? Дело даже не в идей. А прежде чем отправиться в путь, нужно понять, мое это не мое. Если твое, тогда появится и идея, и все будет складываться именно под то, что... Ну, как некая миссия, как задача, которая тебе дана в этой жизни. Если тебе не надо, это не твое, да? Тебе надо, там, я не знаю, сидеть в офисе, там, на работу. Или быть садовником, выращивать цветы. То есть у каждого из нас своя миссия, и она у каждого, в общем, уникально, благородно и заслуженно. Мы пришли именно на это туда познать. Вот. Поэтому, ну, задай себе вопрос. Мое... Там, отодвинь пока эти страхи, там, как-то там сомнения, там, все, вот это отодвинь. И просто пойми, если твое, ну, тогда вперед. Посмотри, есть идея, но нет идеи. Ну, двигайся без идеи. Нет, у меня есть идея, на чего я направляюсь в эту ситуацию. Что это твое, ты уже это протестировал что-нибудь. Значит, вперед, с идеей. Да, да, как протестировать твое, это не твое. Может, думаешь, что твое, это не твое. И обманываешься. Ну, это у нас сейчас начнется с вами тренинг, о том, как определить предназначение своей руководительности. Ну, вот я могу так ответить на ваш вопрос. Потому что это неоднозначный ответ. Я вот сейчас за два слова даже не знаю, как это дать ответ. Ну, например, как вариант, да, можно понять, хотя бы разделить себя, да, там, на интересный, например. Взять нитратку, завести нитратку. И каждый день записывать одно важное событие, которое вас поразило в сегодняшний день. А это может быть все, что угодно. Например, это был закат или рассвет. Например, это был человек, который вдруг рассказал о каком-то законе, там, чего-то там, морфонитического резонанса. Либо это был директор ваш, который вдруг неожиданно улыбнулся на работе. Или это было какое-то философское ваше открытие. Вот что-то, что происходило. Через 30 дней, каждый день записывая вот это одно событие, вы потом эти события классифицируете и разбиваете их. Например, там, 20 дней вас восторгала природа с ее восходами, закатами, дождями, солнцами, красками деревьев и шумом ветра еще чего-нибудь. 20 дней, да? Там, что у нас? 10 дней осталось. 5 дней там еще хочу, должно было 2 еще и 1 на этой солнце. Ну вот 20 дней, скорее всего, вы гуманитарий, художник, там, творец. Но это очень вот условно и вот такая вот. Типа, как гороскоп составить и написать в журнале, прочитайте гороскоп с такого-то, вот такое-то. Но при этом работает, и это методика для того, чтобы немножко познать себя. Спасибо. А вот сейчас вот здесь вот будут вопросы чуть-чуть. Вот проекты проработанные, больше и меньше. Дальше что? Дальше что? Жить. Ну, это, то есть, как этапы не идут. Вы ведь там прошу, и что все будет? Дальше, и как там, какой-то пилат, и, по-другому, 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 по-другому. Ну, мы, ну вот, как я понимаю, да, как в моей жизни происходит. Возникает некий запрос под что-то. Я его отрабатываю, то есть, я нарабатываю некое количество. Потом я в этом качестве становлюсь мастером. И дальше происходит некий, ну, может быть, какой-то момент ожидания нового запроса, который приходит. Переход на исследование по-другому. Ну, опять-таки, страшнейший страх, ну, да. Страхи уже другие будут. Или просто... Страхи, страхи, вот, целиком. Они, конечно, никуда не деваются. Они периодически, я вот тоже у себя раз, вдруг, и ловлюсь на том, думаю. О, оказывается, вот еще какой страх бывает. То есть, когда возникает какая-то ситуация новая, которая со мной не была в жизни, вольно-невольно этот страх поднимается. Здесь работа со страхами была важна в случае того, что я понял общую тенденцию, и я вот этот момент появления страха отслеживаю. Здесь не страшно, что страх появляется, он будет появляться. Здесь, ну, как бы, когда ты начинаешь вот этот механизм отслеживать, ты не заваливаешься в страх, ты уходишь в его наблюдение. Все. А то, что страхи... Я не могу сказать, что, а, я вот такой, там, не страшный. Все, у нас. Страхи у меня тоже будут. Я, на самом деле, такой, по наивности подругу все, правда. Как здорово. И потом раз, вдруг, себя поймал. О, а это все такое. То есть, какая-то ситуация такая нестандартная. Поэтому, ну, не ставьте себе цели, и скорейте все страхи. Невозможно, они будут появляться. Да. Важно, просто, да. Как навык работать со страхами. Да. Да, да. Поэтому не важно. Не важно. Я поэтому и говорю, что нужно, как бы, это мой метод, мой способ был вот это сделать. А так, по идее, каждый из нас в каждом дне может все это проживать. То есть, тренировать свою осознанность и наблюдать. Поход на работу – это тоже своего рода проработка того или иного страха. Зайти в кабинет начальнику и там кому-то сложно по телефону позвонить. У каждого свои. Нужно найти, что у своего. И путь для меня вот путешествие и путь – это просто проживание вот каждого момента жизни. Каждого дня жизни. А не вот путешествие. Путешествие, как таковое, ну там, вот люди там… Я еду в путешествие, что значит? Ну, есть там достопримечательности какие-то. Мы едем посмотреть там. На природе там свежего. У меня было, наверное, все-таки непутешествие. Исследование через метод, который назывался путешествие. Саша, ответил. Про исследование ты сказал, да? Получается, изучал себя и мир. Ты научно не думаешь? Пока нет. Надо? Нет. То есть это, наверное, был опыт, большой опыт в жизни. Как ты дальше писать? Ну, с меня все просят написать книжку. Сначала я была мысль написать художественную книжку. Я ее почти написал. Потом в какой-то момент я понял, что мне она, прежде всего, мне неинтересна. Потому что я прописал какие-то внешние события, которые со мной происходили. Я понял, что она получилась одноверная. Потому что у меня нет той трансформации и тех моментов, которые дали мне эту трансформацию. Вот. И поэтому я думаю, что я вернусь, да. И вот я хочу сделать, что это некий, там, второй, может быть, третий слой, вот в этой книге. Чтобы там было не просто картинка. Продолжать путешествие. Ну, как это? Путешествие. Ну, как это? Путешествие было, я бы, методом для достижения той цели. Сейчас я двигаюсь от зовок Вселенной к Солнцу Вселенной. А давай еще пройдем здесь. Путешествие это или это некое там служение, или отдавание, или деление общества. Ответил? Вот у вас было. Ну, я начну к вопросу. Вот, какие твои мысли подтвердила и какие провергнуты твои все мысли? Мысли, которые в начале были? Ну да, вот как они трансформируются. Бывает же, ты убежден в чем-то, да? И потом, в результате, например, твоего путешествия и исследования, одни мысли подтверждаются, другие подтвергаются. Мне интересно, что подтвердилось, а что, может быть, запроверглось? Вот запровергнуть это не сложно, а с подтвержденными, да, или так, с возникшими. Может быть, да, я даже их не задавал, какие-нибудь. Вы не можете, вы не ставите себе доказательства. Но за время пути сложились какие-то некие основные закономерности и законы, которые для меня проработаны. А самые, ну, как мне говорят, можешь сказать в двух словах, вот что тебе дало путешествие, да? Ну, я говорю, могу, возможно, все. Но это неинтересно, это все знают. Но мы все знаем это как слова, а для меня эти слова теперь имеют некую направление в нос, да? Но это опять не закономерность, это просто определение вот всего пути. А основные закономерности были следующие. А по поводу вот этой тренировки, да, там, и отслеживания всех мыслей, я оценил вот этот момент, что если ты открыт миру, реально открыт. Вот так вот. Не так пускай направлены, вот у меня такая цель, и я иду туда, вот я уже сучил свою вот эту открытость. А вот так, да, открыт. Даже если там ночь идет, и там кирпич какой-то упал, и что-то не прошло. Но я тогда продолжаю быть таким открытым. Да, ну вот это ты че, вот машина не останется. Да, я продолжаю быть открытым. Вот эта открытость, она реально притягивает, ну, подобных людей к тебе. Она дает тебе возможности познавать себя через более, мне так показалось, через более мягкую ситуацию, да? То есть я мог реально попасть с каким-нибудь людоедом, нормальным, мне нужно было как-то реальность. Ну, а эта ситуация, которая была, я считаю, она была очень мягкая, хотя... По мягкой камень пошел. Была, да, была возможность реально там вот это познать. Дальше надо быть, надо быть всегда благодарным. Это вот подтверждалось постоянно. Благодарным за все, даже если человек тебе сказал, нет, я не беру тебя в машину, да? Надо оставаться вот в этом состоянии. Спасибо тебе, значит моя машина идет в другом месте. И вот реально оставаться, оставаться в этом состоянии. Ну, не на уровне слов, да, а вот на уровне вот внутреннего состояния, ощущения, переживания. И одну важную штуку я еще для себя открыла. Потому что она меня вначале немножко смущала. Меня немножко так люди зацеплялись за это. По поводу халявы. А мне, ну, я там начал двигаться, и мне начали говорить, ну, конечно, ты халявщик. Мы тут пашем, значит, за тебя, там, люди там хлеб зарабатывают, там, после, а ты, значит, халявщик. Ну, я там пытался отмечать, я думаю, ну, это же мой эксперимент. Я вот как профессионал, да, я просто провожу эксперимент. Я жестко не просто продяга, там, граждан. Вот это эксперимент, который имеет какие-то рамки. Я занимаюсь наукой. Но все равно у меня где-то там вот все-таки подскребнуло их. И вот забудь, я для себя вообще просто не меру настолько все это так вот очень даже так и забуду. Халявы на самом деле никакой нет. Это опять вот путание, да, того, что мы живем на тонком одновременно и на плотном плане. Нам кажется, что на плотном, можно с халявой где-то и что-то на халяву там что-то сделать, ну, как получить, да. На самом деле, да, если тебе что-то дали, ты такой раз, говоришь, а ура, все, ладно. Нифига, ты за это либо уже отдал, ну, и просто мне мир показывал тебе закономерности. Либо ты после этого отдаешь. И вот удивительно было в том, ну, почему вот это не видно. Потому что, ну, привыкли, да, там, творческие отношения. Вот, сразу продавец покупать. А здесь срабатывает по-другому абсолютно. Вот мне дали поесть, значит, завтра я, или послезавтра, я, например, оказываюсь у другого абсолютно человека. И, помогая ему там, ну, нельзя скопать огород. Там, или полить его, да, там. Или я поел, и тут же, ну, тут же могу отдать, да, там, я, например, помыл посуду, например. Там, ну, там другие вот эти вот оценочные, там, сколько вот за это, сколько за, за булочку нужно отдать там взамен. Там какое-то совсем другое, там вот на уровне вот этого срабатывает. И вот для меня это было вот, вот это открытие для меня было вообще просто. Когда сейчас вот я слышу халяву, когда вас говорят. Вообще о чем люди говорят, о чем такого понятия абсолютно нет. Ты реально уже либо выложишься, либо ты будешь это выкладываться, отдавать. Либо у тебя это заберут принудительно, если ты сам не готов вот это вот отдавать. Лучше делиться с радостью, да, отдавание, отдавание, отдавание. Вот такой, нет? Не познакомилась. Несколько раз уже говорили, я... С Емомом, Антоном Кротом. Человек 120-100 просто прошел и очень, тоже очень красивый. Здорово? Да, да. Это прекрасно. Я думал, вдруг вас где-то пересекло вот. Ну, видишь, он какой-то свой опыт на промойке. Свою эксперимент проводил, свой, да. Мне просто интересно перейти сюда звать. Тихий океан я пересекала на яхтах, я уже это рассказала. В Тихом океане есть большой плюс, что там вот эти вот островные государства, и сложно договориться на большое расстояние, а вот на эти между островами достаточно электро. Я уже, по-моему, тебе начинал говорить, что я иногда не понимал, на каком я острове нахожусь, и какое островное государство. Я пытался хотя бы какие-нибудь там увидеть надписи, чтобы потом попытаться восстановить, где же я все-таки был. Поэтому я иногда... Для меня это не важно, сколько стран их прошло, да я не знаю, я там половину этих островов вообще не вычислю. Может, это были вообще острова одного государства, а может, это были все острова разных государств. И иногда было, что я договаривался с одной яхтой, мы сбывали на вот этот вот остров какой-то. Они там тут же договаривались с кем-то, и мы с ними там куда-то ехали, куда-то переезжали, в другое место, и они меня тут же сажали в любую яхту, и я вот бывал с этого... Государства они не показывали, типа, нельзя. Частные? Частные, частные. Я только на частных удавал. Нет, какие-то туристические, просто частные, я не знаю, что они там делают. Может, наркотики, может, морозные, я не знаю. В принципе, в этом деле не извините меня. Я тут не смотрел там, что это просто... Причем, у меня было ощущение, что... Ну, им просто скучно и неправильно. Я предлагал свою помощь, они мне говорили, давай я что-нибудь сделаю, но не надо. Я думал, может ли это правда, что это такое секретное, запрещенное? А по поводу Атлантики... Там была ситуация, которая... Вот это еще, кстати, когда куда-то открытие. То, что есть вот этот вот симфон секретный, и что да, и не же СМИ. На поводу сделать и так, и вот ваша мысль там укрепится, или там что-то бывает. Вот у меня не было такой мысли. И поэтому ситуация меня как-то немножко привела к тому, что надо пересмотреть вот этот вот закон, это правило. Только когда ты создаешь что-то, да, у тебя есть это в УМИ, тогда оно там притянется, ни фига. УМИ как-то там по-другому еще работает. Конечно, он, да, мыслеформа, наверное, существует, там все это, но она как-то еще по-другому работает. И мне показалось, что наоборот, когда я... Кстати, я когда вернулся из кругосветки, у меня напрочь пропали все желания. Вот их, ну их просто нет. Если я сейчас пойду на какой-нибудь тренинг лично основа роста, и скажу, пишите список желаний, я не допишу, у меня нет желаний, потому что я просто двигаюсь, и мне мир вот это все дает. Я понял, что, ну вот, у меня есть некое состояние, скажем, вибрации. И на эти вибрации, когда я двигаюсь по потоку жизни, мне приходят через импульсы, импульс. Мне говорят, ну у тебя же есть желание поесть? Он говорит, желание, это импульс. Мне тело дало импульс. Есть. Хорошо. Раз всегда отлично. Я не строю планы. Первое, второе, третье, чтобы не сделать для того, чтобы получить еду. Просто пришел импульс, да, я двигаюсь дальше. Там, импульс, пить, там, спать, там, ну еще какие-то. Приходят еще какие-то. Хочу в тепло. И я раз, завтра переношусь, ну зима там госпелила в прошлом году, и я думаю, да, сейчас будет хорошо, конечно, в тепло. Просто импульс, это не было желание. Это импульс пришел. Я подумала, мало чего, я сейчас до свидания. Раз, и через две недели я попадаю. Ну, то есть там возникает ситуация, и все. Я оказываюсь на море. И я отвечала на какой-то другой вопрос. А, по поводу Атлантики, да. Так вот, как секрет, да. У меня не было в мысли, что такое может быть. Я думала, что я могу договориться с автостопом, я могу договориться с тем, что он может меня подвезти. С Атлантикой получилась ситуация, которую я никак не мог предположить. Мне просто купили тупо билет на самолет, и я улетел в мире. То есть тебя без в мире, да? У меня был Атлантика. У меня был Атлантика. Я пришел в Корт, и искал долго кого-нибудь, кто меня возьмет. У меня в финале туда-сюда, плюс еще не знание этого языка. Вот когда я попал к какому-то большому боссу, долго его доставал, что-то его рисовал там. Сидел, злился. Потом взял у меня паспорт. Показал карту, показал, куда я хочу. Я его показал Америку. Он мне говорил, что он такой, куда, куда Америку? Я говорю, а это, я же про корабль. Я думаю, он мне однокорабль включится. Я ему думаю, а куда, я же не знаю, куда в Корт. Я говорю, ну, Нью-Йорк, наверное, Корт, вот, он же на берегу. Я думаю, наверное, там есть Корт. Я ему показывал, там Нью-Йорк. Я же думаю, мне бы не ошибиться, а то, может, там Корта нет, он здесь, я же не возьму, потому что это нет. Но все, я им показал Нью-Йорк. Он говорит, давай, дай паспорт. Я им дал паспорт. Меня часто просили в Европе, особенно паспорт, чтобы посмотреть визу. Они будут подвозить бояться, что они поставили в полицию. Поэтому я дал ему спокойно, что у меня есть опеременский визу. Все. Он там что-то посмотрел, что-то стартил. Я посмотрел, паспорт мне отдал. Я говорю, прошу вас. Вот. Я ухожу, он мне такой, ну да, стоп, не поворачивайся. Они показывают. И я покажу серого сюда, у нас печатлено. Спасибо. Как мне потом сказал кто-то из американцев, ну знаешь, иногда проще отдать 400 долларов за билет, нежели несколько недель, смотреть вот на этого вот человека, которого тошнит, и неизвестно еще, что с ним происходит, и отвечать за его жизнь зачем. А оттуда как? И там плывут. Из Амери. Там уже плывут. На частные герахты. Да. Что? Еще? Все равно выяснилось. Следовали как-то себя, да? А вот, как наблюдатель, пересекая какое-то количество стран, ну есть какое-то внутреннее ощущение, как страна такая, такого-то духа, да, там я имею ввиду по ощущениям, ну условно злой, добрый, да? Ну как вы ощущаете? Какой-то есть средств неких стран, там Соединенные Штаты, вот так, в Аргентине, вот так, в Китае, вот так. Смотри, я постарался во время своего пути отказаться от оценочных категорий хорошо блога, и поэтому я когда пребывал в стране, то я тестировал ее вот так, я тестировал, греет не греет, моя не моя, все, не более того. А при этом я пребывал в стране и думал, о, классно, мне нравится здесь, здорово. Другой пребывал, о, классно, мне здесь нравится. Следующий пребывал, о, классно, мне здесь нравится. Потом я вдруг подумал, а может быть, это просто я вот с собой тащу вот это состояние нравиться, а страны вообще здесь не причем. Вот, но при этом вот это состояние я отслеживал, вот это греет, вот это не греет. Ну то есть моя не моя в способе. Она не хорошая, она не хорошая, не плохая, она не моя не плохая. Ну те страны, которые не грели, да? Ты даже не знаешь, что это за страны? Ты знаешь, как-то везде было хорошо, просто где-то я не хотел задержаться подольше, а откуда-то. Мне достаточно было поставить галочку и не проследовать дальше. Потому что даже в той же Америке, несмотря на то, что полицейские надели на вышли, у меня мысль была. Я тогда удивился себе. Кстати, страх тогда, в тот момент, почему-то отсутствовал. Мне надевают наручники, а я сижу, и у меня внутри какой-то смеющийся человечек, который говорит, «Интересно, они сейчас нарушают мои права или нет?» «И как мне об этом им сказать, не знай английский?» Всё, ну, то есть я вот так сажусь и попишусь. Ну, по-классному. А потом думаю, ой, а чё это я? Они расстраивались. Поэтому, ну, Америка мне тоже понравилась. То есть ты рос здесь год назад? Сейчас, как твоя жизнь, скажем, изменилась до этой поездки? Что ты сейчас собой являешь? И что ты передаешь, прослируешь? Чем ты занимаешься сейчас? Ну, кроме того, что ты живешь там? Что тебя занесло в Казанье? Посмотреться? С теми, с кем проговаривались. Значит, когда я вернулся после путешествия, первое, что я осветил, что я вообще всё по-другому вижу. Происходили какие-то ситуации, и я ловил себя на том, что я в большинстве ситуаций вообще не реагирую. В смысле, у меня нету такого восторга, а, как классно. Я тут такого «Оууууууу», что это или какого-то возмущения «Аааааааааа» Мне вот так вот ровно. Я имею в виду, что противоположное, в смысле я по-другому стал реагировать. То есть я знал, что на эту ситуацию у меня возникает раздражение. В ситуации, когда я возникаю раздражение, я говорю, эй, нет, нет, ну ладно. В следующий раз происходит подобная ситуация, дядя, дядя, нет, это кто? В следующую ситуацию какая-то, я знаю, что я в ней реагировала, аааа, истеричной радостью. Нет. И внутреннее состояние, когда ты поддерживаешь некое состояние особенности, Оно становится, ну я вот удался придумать слово, но больше всего подходит к умиротворению. Состояние умиротворения, ну или благости. Умиротворение более понятное. Вот оно здесь присутствует. И когда, например, если, ну, там, лично, это счастье, там, свобода, цельный смысл, слабого. А вот это состояние умиротворенности, оно и есть из-за того, что я искал всегда во внешнем. А во внешнем этого нет, оно здесь, когда оно здесь образуется, все, что приходит извне, оно как бонус, как десерт, как конфетка, которая просто пришла добавочно. Мне и так хорошо. Я стою под дольку мокну, мне хорошо. Я стою под зонтом, классно, мне еще лучше, я теперь уже не мокну, но состояние все равно только радостное состояние. Недавно у Войщича, который без рук, без ног, спросили, что он готов вам дальше, когда у него были руки и ноги, он подумал, что он, в принципе, не нужен. Потому что есть, да, умиротворительное состояние. А дальше я подумала, так, ну, надо чем-то теперь заняться, все важное. Ну, что, эта фигня была, когда я задумался, теперь надо заняться чем-то важным. Но я отследил тот момент, что во время пути, уже вторую половину, я двигался уже по дому. То есть я абсолютно, когда, если в начале у меня еще возникает, и все уже куда же, может быть, все-таки там ум пытался планировать, то он во вторую половину, я уже как спокойно просыпался и выходил и двигался. И уже иногда двигался так, что я чувствовала, как мое тело, например, тянет вправо, или в дорогу, или повернуть. И иногда я там сопротивлялся и говорю, нет, что это, мне туда неудобно. Он мне говорил, так, стоп, стоп, я же все-таки следую. И я двигался за телом, чтобы происходило. Я понимал, зачем я, например, шел. Нелогично. Переходил дорогу там, где мне нужно было ехать в противоположном направлении, чтобы происходило. Но, и вот я, вернувшись в этом потоке, я все-таки решил этот поток немножко про дисциплинать и попробовать начать заниматься деятельностью. Ну, надо вернуться, я же это управление там пациентировал, проводил тренинг, ну, надо занять. Вот только я сел и решил прописать, какую же тему теперь готов, с какой темой я готов делиться, как тут же, значит, мир решил, он сказал, слушай, что достал, ты по подругу двигаешься, или что ты делаешь, что-то написал. Я тут же пришел, то есть вот я летом приехал, и мне в август уже пришел запрос, в Польшу на три месяца. Ну, когда я, собственно говоря, писал ехать, мне просто сказали, что мы готовы выходить и писать ехать у вас на путешествие для подруга. Ну, наверное, можно было писать. Ну, в общем, короче, мне предоставили там дом на берегу озера. О таком доме я когда-то правда мечтал, когда смотрел какие-то фильмы и думал, вау, классный писатель приезжает на берег озера, сидит один, пишет два, как это классно. Ну, в общем, это где-то там не бывает. Вот, в общем, мне предоставили дом просто там, мне забивали холодильник едой, у меня был там в доме камин, я ходил по утрам, купался в озере, потом я сидела и переписал на компьютере книгу. И это было так кайфно, у меня было свое озеро, свой дом. Вот, и я так не подумала, я же собирался тренинги проводить. Ну, я же сказал, ну ладно, ну ладно, ради этого хорошо, я так есть и подожду. Потом я вернулся через три месяца обратно в Россию, это был в декабре как раз месяц, там, октябрь, ноябрь, ну да. То есть середина сентября, я вернулся в декабре в Россию, и вот как раз мне пришла мысль, я думаю, как-то холодно в России, я уже привык к титу, там, уже сертифор. Но я собрался, но я собрался проводить, да, но я же собрался тогда делать добрые дела и спроводить тренинги, там еще что-то там такое. Вот, и через неделю мне приходит запрос, что требуется, значит, консультант, там на море, в общем, у людей под запрос надо поехать помочь. Ну все, и мне тут же на следующий день там взяли билеты, я улетел, короче, и провел зиму до конца февраля в Таиланде. Затем я вернулся и подумал, ну теперь-то я уже точно приступлю к делам. И тут я узнал, ну здесь такая техника, которая называется, я узнал, что там можно поспеть на двадцатке, я подумал, два класса, у меня еще такого опыта не было, двадцать дней молчания и больше дней. И я уехал на двадцатку. Вернулся после двадцатки и сказал, ну все, теперь я точно буду проводить энергию. И тут началось вот то, что у нас сейчас с вами происходит. То есть я вернулся после двадцати дней молчания, ко мне подошел, ну там в Москве позвонил знакомый, говорит, слушай, вот мне тут одна знакомая сказала, что она где-то там видела там что-то про тебя, и она хочет на базе своего центра йоги провести с тобой встречу. Я сказал, слушай, зачем, это мой опыт, это никому не надо, я не хочу вообще, это мне не интересно, я сейчас буду готовить тренинг и там еще что-то делать. Он сказал, ну ты подумай все-таки, это же польза, ты будешь рассказывать людям о том, как работать со страхами, или ты будешь им рассказывать о своем опыте, они будут вдохновлять людей. Я сказал, ну хорошо, я подумаю, но потом я все-таки согласился. В итоге после этого вот это все закрутилось, я провел встречу в московском центре. В московском центре был человек, который жил в Воронеже, меня пригласили в Воронеж. Потом из Воронежа пригласили в Геленджик. В Геленджике был человек из Новочеркасского, он пригласил в Новочеркасск. В Новочеркасск на встрече был человек из Ростова, он пригласил в Ростов. Потом там что-то еще было, в общем. Потом я вернулся опять в Воронеж, потому что когда я был на встрече, там возникла идея людей там провести еще. Я проводил в Воронеже встречи в институте усовершенствования учителей, потому что вдруг педагоги решили, что надо, чтобы они понимали, как разговаривать с детьми, хотя я не знаю, как это было, можно было договорить, потом, значит, я ходу в школу доставлю в школу, потому что хотели до учеников довести, что вот, оказывается, вы такие, вот, учики-учики, не можете договорить, каждый человек не всегда договаривается, да. Ну, в общем, где-то пять встреч там в Воронеже прошло, потом была встреча еще, а потом меня, наконец-то, на родину к себе пригласили в Омск, я поеду в Омск, потом я провел там встречу, в Омск, да, там была смешная ситуация, я везде вот так, ну, пришел, вот там, лето пришел, шорты, там, футболочки, там, ну, сейчас там джинсы, один, рубашечки, а в Омск приехал, пришел домой, открыл шкафчик, достал себе костюмчик, который я тренинг, когда-то проводил, и пришел на встречу, думаю, ну, дома-то могу уже, а? Захожу, меня никто не узнает, потом вдруг организатор узнает, и подходит, и говорит, ой, Александр, мы вас не узнали, я говорю, а что там, а девушка стоит вторая, которая там, с организатором, она говорит, да какой же мы путешественник, вы депутат? Я выхожу, и потом говорю, ну, вот, позвольте мне дома, побыть депутатом, хотя я буду рассказывать про путешествия, все, после этого я просто костюмчик не доставал, такой, он висит у меня дома в Омске, в шкафчике, в общем, после Омска там я еще куда-то съездил, ну, вот, вот, такими вот путями окольными я вот попал. Ну, вот я здесь, в Казани, да. Вот, и каждый раз, когда я заканчиваю очередную встречу, я думаю, ну, все, теперь я уже точно займусь серьезным делом, и буду что-нибудь про водителя делать. Шоу-бизнес, вещь такая-то. Да, на днях я узнала интересную штуку, и у меня появилась идея, я думаю, может быть, на встречах совершать, начать какие-нибудь добрые дела, но не просто разговаривать там на путешествии, а совершать совместно, раз вот мы собрались, мы же о чем-то договорились когда-то там, да, и все пришли сюда, давайте делать какие-нибудь добрые дела. Мне рассказали, а, знаете, вот этот закон сотой обезьяны, когда некое количество может перерасти в качество и на уровне генов закрепиться, да, вот. А оказалось, что для этого достаточно, вот у нас сейчас на Земле примерно 7,2 миллиарда людей, да, 7,2. А для того, чтобы вот на генном уровне внедрить какую-то, ну, в общем, что, какое-то там, я не знаю, там, качество человеческое или что-нибудь такое, чтобы придумать, да, нужно там буквально там 7,2, ну, если 7,2, то 7,7 тысяч там, 200 человек. Я подумала, вот, представляете, я приезжаю в город навстречу, вот сколько нас здесь, да, да, даже если по 10 человек, а в России посчитал, ну, по данному, условно, 1100 городов, если проехать в 1100 городов, и в каждом городе хотя бы по 10 человек заинтересовать вот этим морфогенетическим резонансом, то в итоге, когда мы все объединимся, то у нас будет как минимум, да, там, 1100, да, по 10, это уже 10 тысяч, мы уже даже переплюнуть. Мы можем тогда запустить что-нибудь, ну, не знаю, вот даже те качества, которые там я, например, открыл, или мы что-то можем там еще такое придумать, да, там, открытость миру. Представляете, на генном уровне записана открытость миру. Какие страхи, не вышел страх, и ладно, я-то все равно миру продолжаю. Быть благодарным качественно. Супер, на генном уровне человек родился, и такой весь благодарный ходит. Какие воины, какие товародележные отношения, возьмите все, что у меня есть. Я вам за это благодарю, да, я вам за это благодарю. А потом, качество, например, да, друзья. Друзья, вот качество друзей у меня в последнее время вообще просто, я даже не знаю, как назвать эту импульсию, которая во мне возникает. В связи с тем, что я на всех этих соцсетях присутствую, ко мне, и у меня много там друзей, и ко мне стучатся постоянно друзья. И мне вот это вот очень так, иногда задачивает, даже не удивляет, а реально, не знаю, приводит в дикий стопор. Ну, я не добавляю всех в друзья, я смотрю, добавил, вот 10 денег, 10 человек добавил. Я им пишу, здравствуйте, мы знакомы. Половина не отвечает, я думаю, зачем они стучатся, хорошо, удалили половину, осталось еще 5 человек. А еще половина отвечает, нет. Я пишу, а чего в друзья? И дальше начинают происходить такие мистические вещи, причем меня начинают говорить, что ты вообще не учишь, ты ничего не понимаешь. Варианты разные, значит, девушка пишет, да я просто для количества набираю. Я говорю, а зачем мне количество, мне интересно качество, и Анна такая говорит, а зачем качество? Я говорю, ну друг, что такое друг? Вот для меня друг, это тот человек, которому я могу среди ночи постучаться и сказать, мне плохо, опусти меня. И он меня возьмет и пустит к себе ночевать. Ты меня, ну я и пишу, вы меня пустите. А ответ девушки, она мне пишет. У меня сейчас такое ощущение, что я стою на пороге дома, перед закрытой дверью, и мне что-то пытаются сказать из-за этой закрытой двери. Извините, мое воспитание не позволяет дальше продолжать нашу решение. Чего это? Что это? Дальше, я добавляю для количества, но не ущерб качества, давайте найдем с вами общий интерес. Хотите, я хороший психолог, я поработаю с вашими страхами. Я думаю, а там сейчас положу мою страхи, она вообще мне не занимаетесь. Вот, то есть, и вот это вот понимание дружбы сейчас, она просто вообще, ну настолько удивляет, я подумал, классно, на вот этом генном уровне внедрить вот это качество друзей. Представляет весь мир друзей. Люди рождаются с таким качеством, ты стучишься в любую дверь, а они даже не спрашивают, открывают тебе двери, говорят, заходи, вот уже кровать тебе приготовлена, там, здесь переночевать. Или тебе что-то нужно сделать, ты стучишься, говоришь, ребята, давайте вместе построим там, я не знаю, дворец, будем сюда все, помните, как это, Гена Крокодил построил. Да, дом друг, дом друзей, да. Вообще, никого ничего просить надо, все друзья уже изначально, и никто не стучится для количества к тебе, или постучался, и не отвечает. И там еще какие-то, я много каких-то сейчас, может, не вспомню ситуаций, но как-то раз, я удивляюсь, там кто рядом со мной, я рассказываю, представляете? Но при этом есть ситуации полностью противоположные, которые, вот опять же меня вдохновляет, я думаю, классно, надо все-таки на генном, вот это вот состояние дружбы, чтобы оно было врожденное. Утром встаю, открываю компьютер, не спешу, мне нужно куда-то уезжать, и читаю. Здравствуйте, Александр, а я так хорошо, а я спал так хорошо, я думаю, очень прям, вообще классно. Открываю компьютер, у меня такое состояние, милотворение, и человек пишет, мужчина мне пишет, здравствуйте. Я сегодня из-за вас всю ночь не спал. О, интересная работа, читаю дальше. Оказывается, он вечером наткнулся на какое-то видео, да, я вот лучше буду отвечать на вопросы и говорить, если вы захотите фотографии посмотреть, вот зайдете, там все фотографии выложены, если хотите видео посмотреть, зайдете на YouTube, наберете Александр Удалов, посмотрите там кучу видео. Я тебе сразу говорю, зачем это, вот живое общение, оно самое лучшее. Вот, в общем, оказалось, что парень нигде не читал ничего, просто на YouTube увидел маленькое одно видео, и потом всю ночь себе видео смотрел. И он мне объяснил, почему, я ему пишу, да про путешествия многие кто говорят, он говорит, классный, ты такой опыт, здоровый. Я говорю, да про путешествия многие говорят, нет, у вас еще одно качество, это нарушка, какое интеллект. А вот, а что вы интеллект? Ну, как матов недельно, а, понятно? Вот. И еще, например, какие-то вещи такие же тоже приходят. Вот сейчас парень по Америке путешествует. Значит, тоже каким образом? Он пишет, здравствуйте, сегодня наткнулся на ваше видео про Америку. И подумал, сколько я могу сидеть и убеждать себя, что завтра, послезавтра или через год я накоплю денег и поеду смотреть в Америку. Я посчитал, у меня набралось денег ровно на билет. Я подал заявку, получил визу и купил билет. И завтра, типа, я вот уже отправляюсь благодаря вам. Спасибо, пожелайте мне удачи. Я ему желаю удачи и говорю, супер, но вот ради этого, да, вот, ну, типа, вы меня вдохновили. Ну, вот ради этого вдохновения, да, я готов, ну, делиться с там вот этими своими, там, своим опытом. А я говорю, ты держи меня на связи, ну, Америка, я же там тоже проходил, мне же так интересно. Ну, и вот он там распишет. Прибыл в Америку, ночевал сегодня в парке, в карком. Он в этом. Такие, я такой, я говорю, слушай, я с тобой второй раз путем прохожу. Вчера пишет, значит, что это. Я, говорит, собрался ехать. Ну, он немножко по другому пути хочет идти, нежели я, я по югу шел, я все-таки тепло люблю. А он по северу туда куда-то собрался. Я, говорит, завтра выдвигаюсь там куда-то в штат. Помню, когда ты говорил, что автостоп не очень в Америке. Америка прародительница автостопа, но при этом там автостоп не очень, потому что они боятся брать. Они насмотрелись в фильмах ужасов, которые боятся брать к себе машину. Люди хорошие, помочь хотят, но боятся. И я, говорит, не знаю, мне лет пора уже выдвигаться из нее. Боюсь, я говорю, что это, выходим на дорогу и поехали. Ладно, буду отписываться. Но вот он, когда сегодня, по-моему, должен был, или завтра, он выдвигается дальше. Вот, вот это если, тут где-то уже прозвучало, может, до встречи вопрос, зачем, ты, по-моему, спросил, или кто-то спросил, зачем я это делаю. Вот сначала не хотел, а потом вот стала приходить вот такая обратная связь. Или в Воронеже. А я даже не помню этого человека, честно. Он где-то, я так потом пытался, я его спрашивала, где он там сидел. Да я там сидел так вдали, чтобы меня не видно было. Я очень скромный. А вышел после встречи в Воронеже. И сыну говорит, слушай, говорит, мы столько собираемся с тобой на Байкал. Почему Александр Долов мог обойти в их земле, а мы не можем до Байкала доехать? Почему они сели на машину и ехали на Байкал? И он мне из Байкала уже пишет, вы в Омске? Мы по дороге будем ехать за ними. Я говорю, к сожалению, нет, я не в Омск. Кроме путешествий, люди после встречи или просмотрев там какое-то видео, что-то делают в жизни, не обязательно путешествия. Ну просто приходят какие-то благодарности, пишут, спасибо, вы меня вдохновили, я там вот сделал это, или я пошел вот это сделать, или я увидел в жизни что-то другое, еще и еще и еще. Вот, поэтому, возвращаясь, с чего я начал, к закону о морфогенетическом резонансе, если кто-то хочет, присоединяйтесь, и я думаю, что я начну сейчас создавать общество, все-таки неинтересно набрать количество этих людей, и провести эксперимент такой общий, да, не имени там меня, вот именно, вот закон о морфогенетическое, это самое, резонанс, и внедрить что-нибудь, посмотреть, проявится это на генном уровне, или нет. Ну да. Ну вот, да, тогда стучитесь, стучитесь, друзья, да, и будем это, не знаю, надо как-то подумать, как это вот, сделать поддельную там страничку, и лучше, да, лучше вот все-таки с друзьями встречаться вот так, лицом к лицам, да, стучаться в двери, подкрыть, да, вот, вот этим очень хотел поделиться, потому что это вот абсолютно новое, это я первый раз вот, а именно вам сейчас говорю, но этих встреч не было. Буквально об этом законе недавно узнала, вот что-то ходила, говорила, 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 здорово, а почему нет? Мы можем делать, если бы мы этого хотели. Так, еще вопрос. Нет, я все, я все услышал, все, что я хотел. А может мне помогло вам друзей, физическое осуществление? Кто может завтра с 12 до 6 с Александром по городу поиск? Есть желающие? Нет, можно и не по городу, просто у меня свободное время, да, мне говорили, что у вас здесь красивые места, там что-то, Раифа, там что-то, да, Слияша, да, вот здорово было. Да, и связаны с красивыми местами. И озеро все-таки есть, да. Нет, ну мы сегодня погуляли по городу, по Кремлю, там видео-то записывали, всякие философские, 5-5 мест, не поприходи. В вашем городе заняты. В каждом городе спрашивают, что наш город лучше. Так чем же ты хочешь заяться, вот серьезно? Я же уже рассказал эту идею, поделился, морфо-генетическую резонансы, не очень интересно. Это долгоиграющая просто песня. Долгоиграющая. В следующем покорении можно будет только узнать. Важно, надо начинать делать сегодня, чтобы в следующем хотя бы узнали, а не в Москве. Покорение почувствует, что вот оно. Просто люди говорят, давайте делать добрые дела. И как-то почему-то у нас добрые дела, ну сразу обращаются сейчас. Так, ну что, давайте пойдем в дом престарелых, давайте пойдем в детские дома. Да, и вот добрые дела как-то этим всем ограничиваются. А вот как-нибудь, что-то там еще это более глобально сделать. Нет, все это хорошо, да, но... Давайте приведем детей из детского дома в дом престарелых. Соединим их вместе, они будут друг друга рады. Так, таким образом, да. Совершенно. Хороший вариант. Прекрасно. Вы себя чувствуете. Ну, потом я еще озвучил одно, что есть идея. Вот все-таки вот этот третий уровень по пирамиде Маслова тоже проверил. По поводу зависимости от социума. В дикие условия. Кстати, была съездка такая, я по Америке когда сшел. И мне девушка одна пишет. Посмотрела на днях хороший фильм в диких условиях. Если кто-то видел, да? Знаете, чем он заканчивается? И она мне такая присылает. Знают все, нет? Нет. Ну, в общем, это фильм про парня, который ушел зимой пожить на Аляску вне социума. Чего там он хотел доказать. И в итоге он поел какие-то травленные ягоды. И фильм заканчивается тем, что он умирает. Это реальная ситуация, которая была с американским парнем. И я останавливаюсь как раз в семье американцев. Она мне только прислала этот фильм. А я сразу беру и заглядываю в конец. Она говорит, посмотрите. Это, говорит, похоже про вас. Я смотрю конец фильма. Я смотрю конец фильма, а я в середине пути до Америки. Кого середине? Там еще где-то ближе к началу. Добрая такая. И я ей пишу, что-то я как-то не хочу такого окончания. Она говорит, это нечестно. Чего это вы конец фильма сразу посмотрите? Я говорю, а чего его сомните, если там уже такой конец? И я рассказываю американцам, у которых я остался. Я им рассказываю про этот фильм. И выясняется, что хозяин дома, в котором я остановился, он знаком с отцом этого парня. Ну и он мне как бы подтверждает, что это реальная ситуация. Ты правильно получишь по теплу. Вот, так вот, по теплу, да, у меня все-таки мысль по теплу, но вот как раз вот у того товарища, который поел не те ягоды, главное есть те ягоды. У него, видимо, была вот эта задача посмотреть, насколько реально выйти, ну, оставаясь в обществе, быть все-таки, не иметь страх того, что ой, я остановился. Ну, вот, это еще, это ответ на твой вопрос, ну, чем еще, может быть, я хочу там заняться. То есть генетика, социал. То есть, если ты уйдешь куда-то в такие условия, то, в принципе, никто не будет ничего знать, что происходит. Ну, да, я там потихоньку сам себя буду, сам с собой. Я видео буду продолжать снимать, потому что я уже не могу без этого заряжать нас этим вот как-то вот. Ну, вот, как раз ума ваше тело, да. Сидишь на батарее. Нет, кстати же, есть такая шестанга. Вот видишь, сколько вариантов, все равно он будет. И руки накачаешь, и камень. Но еще, знаешь, можно вернуться к старинке, взять просто бумагу, и ручку записывать. Ну да. Ручка. Ну, а мерка не будет? Знать. Я втипуру. Не хочу халпать. Ну а вот если только дать, в следующий поколение. Вот эти два варианта. Ну, понимаете, там можно говорить, пользу людям приносить, служить. Нанести людям пользу, когда вы слышите? Нанести. Нанести пользу. Не, знаешь, мне нравится вот, а когда ты движешься по потоку, всё-таки срабатывает немножко другой вот этот момент запросный. А в какой-то момент я останавливаюсь и такой думаю, о, что-то ничего нету, что-то я никуда не двигаюсь. И вот здесь опять классная проработка сяги, потому что можно погрязнуть мыслях, что ой, что-то надо быстрее бежать, что-то кого-то, что-то... Не-не-не, главное остановиться, тишину вот эту сделать. И зов всегда какой-то приходит. Причём он придёт абсолютно не так, как я думаю, что планирую. И потом, вот смотрите, да, возвращаясь вот опять к секрету, и то, что у меня вызвала вот эта вот вся техника немножко сомнений. То, что как мы можем желать чего-то, чего мы не знаем, только не желая этого, мы можем это притянуть к себе. Ну, там, я знаю, развитием уровня своей вибрации. Вот ты вырастешь там, да, какого-то уровня божественного, когда ты уже по другому миру там, ну, будешь ещё чего, ну, это фантазирует, да? И что я могу пожелать? Я не знаю, чего я, чего Бог может желать? А вот когда я просто нахожусь в этом состоянии, оно притянется к ситуации через людей, где ещё какая-то информация придёт, и такой раз, и ты думаешь, вау, я этого не желаю, ааа, у меня не было такой мыслеформы. Как-то по-другому там как-то всё действует. Вакуума притянешь. Вакуума. Ну вот, видишь, ещё одна версия. Я подумаю на вакуума. Ну что, ещё вопросы, ещё? Видно. Как освободить мозг от мыслей, при этом постоянно анализируя? Или для психологов это привычное дело? Ну, знаешь, об этом надо спросить всех психологов. Я могу только за себя ответить. По поводу мыслей. Мысли, они как из страха, они всё равно будут приходить. Ну, по крайней мере, у меня пока приходят. Никуда от них не деться. Вопрос состоит в том, чтобы не дать им начать вот это вот растекание по древу там, да? И убегание там от момента здесь и сейчас. Приходит мысль, а я её сразу, ну вот, если я её сразу отловил, то просто я её наблюдаю. Или я переключаюсь на смотрение. Здесь можно сразу прорабатывать себя. Но, опять же, это чисто мой опыт и моё наблюдение такое. Когда возникает какая-то мысль, если особенно она какая-то негативная, эта мысль обязательно в моём теле отзывается где-то. И тело является в данный момент очень хорошим инструментом для проработки той или иной ситуации. Смотрите, до чего мы ходим к психологу? Мы к психологу придём для того, чтобы вытащить ту или иную травматическую ситуацию, которая где-то там когда-то была. И мы можем долго заниматься психоанализом, там, по Фрейду и ещё по кому-то там, какими-то другими там техниками. И всё это мусолить, мусолить, мусолить. И мы не найдем ситуацию там в итоге, да? А здесь что происходит? Произошла какая-то когда-то ситуация. И она на нашем теле обязательно записалась. Она записалась, прежде всего, в напряжение в нашем теле. И когда приходит какая-то мысль, прежде всего, какая-то негативная, она обязательно отзывается на теле. Обязательно. Ну, сколько я не отслеживал, всегда. И положительная мысль, на самом деле, тоже отзывается напряжением. И чтобы вот этой мысли не позволять дальше развиваться, я ухожу на то напряжение, которое возникло в теле. И держу внимание в этом напряжении. То есть просто внимание, да? Ну, вот если вот взять палец, например, да? И вот на него долго смотреть, что будет происходить. В нём начнут происходить какие-то потепления, там, пульсации, ещё что-нибудь. Вот когда ты внимание держишь, ну, например, там, да, пришла мысль, и в плече возникло напряжение. А я внимание туда всё помещаю, оно там сидит у меня, внимание. Я его держу. Мысль пытается развиваться, но я её вожу сюда опять и держу внимание. То есть моё внимание не на мысль, моё внимание здесь. Мысль получается вот так, растворяется. Я держу здесь, на этом напряжении. В какой-то момент напряжение растворяется. Приходит другая мысль. Опять ищешь. Иногда это удаётся, вот особенно если вот там, едешь где-нибудь, там, долго, там, в поезде, например, едешь, внукном таком, долгом таком. Люди нервничают, едят, там, один тазик съели в целых тазах. Я наблюдаю, как они едят тазик и думаю, так, а где у меня там что-то? А, вот здесь, да. Я вот здесь, внимание. Я смотрю, думаю, как они есть, как они делают, я хочу есть, у меня вот здесь вот напряжение. Ну или там, там, ещё что-то там. Люди начинают нервничать. Когда уже мы приедем? Ну почему этот поезд стоит? Ну сколько это можно? А я так, да, как? Какая у меня моста? А где у меня напряжение? А вот здесь. А вот напряжение. А что там дальше-то происходит? Картинка интересная становится, так ловно. Ну безоценочно опять же. На реагирование происходят все эти вещи, которые в нем происходят. Ответил? Практически. Ну так. Сейчас вопрос можно по автостопам. Сейчас тенденция такая. Автостопщиков вообще много. И разница между девушками, автостопщицами и мужчинами? Какие-то особенности есть? Что такое тенденция сейчас автостопа? Ты думаешь, что его сейчас много? А, комбинячий станок идти. Просто иногда людям кажется, что автостопщиков становится все больше. Мне кажется, что количество все равно остается какое-то приблизительно одинаковое. Самое большое количество автостопщиков я встречал в Европе по утрам на заправках. Туда просто стекается толпа людей. И за час-два они все просто рассасываются. Их прям чуть ли не забирают. И вот интересно. Куча-куча стоит. И так смотришь и думаешь, боже мой, их больше, чем машины. И смотришь, так один подедель повел. За другим двое пошли. За одним там один пошел. А я там стою, где-то в Испании или по Франции. Я стою такой. И всех спрашиваю. Никто не едет в мою сторону. Все едут в какие-то другие стороны. И на людей меньше, 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 меньше. Я так думаю. Что-то моя машина где-то долго едет очень опять. Вот. Потом вот так вот просто подходит. Водитель такой. То есть там водители сами даже под заправку. Вот там самое большое было количество автостопщиков. А в России вообще ни разу ни с кем не пересекался. В Азии много стопщиков. И в Азии много женщин. А общался с женщинами во время того, что ну страшно, не страшно и никак. Ну часто говорят, что вся проблема в том, что ну мужчины пристают или как-то начинают неадекватно проявляться. Либо начинают предлагать что-то непристойное. Основное, основное количество людей и девчонок, с которыми я разговаривал, они считают, что да. 90 процентов зависит от твоих вот этих мыслей. Боишься, не боишься. Но когда ты убираешь вот эти мысли, все равно какой-то процент вот этих вот мужчин, которые к тебе как-то неадекватно относятся, он остается. И мы с одной недавно попробовали разобрать, а что же там может еще фонить. И нашли отношения и ее отношения. То есть все равно получается, что кажется она все очистила, и она говорит, все, я ничего не понимаю. Но там получается как? Там ситуация поменялась на то, что ей стали не предлагать интимные отношения, а ей стали рассказывать просто про них. То есть ну качество немножко поменялось. Я сажусь в машину и мужчины тоже начинают мне рассказывать про то, как они там гуляли, здесь гуляли, там еще с кем-то еще. И я говорит, еще не могу понять, у меня точно нету, я говорит, все отпустила. Начали разбирать ситуацию и выявили то, что в ней есть непринятие мужчин, которые позволяют себе гулять от жен. Ну то есть ей мужчины попадаются, у которых есть жены, и они где-то там еще раз с женщинами выступают в интимные отношения. И она такая, ну мы их говорим, а я чувствую, она как закипает, по скаликам забиваю. Она как эмоционально закипается, закипается, говорит, стоп, 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 смотри, что происходит. А я говорю, так ты же таких мужчин ненавидишь. Я говорю, да, я их скрываю, я их ненавижу, они такие секретные. Я говорю, ну, да представь, они едут, у них выбора нет, они вынуждены остановиться, ты же фанишь. А как мир у тебя проработать? Вот они тебе и останавливают, вот они тебе и рассказывают, а ты их принимай любви, я не знаю, вообще отпускают. А вот такие мужчины тоже есть, что делать. Они же тебя уже не предлагают? Не предлагают, это плюс-плюс, ну все. Да, слушай, точно надо как-то перестать их, хотела бы ненавидеть. То есть она там, что-то вот с человеком. Ну, это из того, что мне как бы вот рассказывали, вот со мной такие происходили, потому что я не могу за женщинами что-то еще ответить более. Про свой опыт я вот это рассказал, но больше всего гороскопчиков в Европе, в Америке и пару раз видел так на обучении и то, когда проезжал в машине с кем-то погодным. В Новой Зеландии практически их не видел, но я думаю, что они все едут в машинах, потому что в Новой Зеландии просто поработать следующим образом. останавливаются, это уже это самое криватое выражение, сложившееся в моей практике. В Новой Зеландии останавливается каждая машина, идущая даже в противоположном направлении, и даже если ты не поднимаешь руку. Реально, я не знаю, что они, вот если сравнить, ну, вот американское ощущение, да, и на Новой Зеландское, такое ощущение, что на уровне ментальности в Новой Зеландии вообще нет страха. Вот того страха именно, ну, вот пустить свою машину, пустить в свой дом. Дети могут в Новой Зеландии, я в Новой Зеландии ни разу не ночевал на улице, ни разу. Вообще это просто была мистика какая-то. Там тепло, классно, зелень, грубую, я ни разу не ночевал, я постоянно у кого ночевал. Они тут же приглашают, и тут же дают тебе ключи от дома, от какого-нибудь там навороченного дома. Они тут же тебя садят в машину. Причем они тянут тебя в эту машину, они прямо вот говорят, я говорю, да я гуляю. Просто гуляю, я просто гуляю, я просто гуляю. Ты что, садись, куда ты гуляешь? Да туда, да ты что, туда там два часа идти, я говорю, да я гуляю. Нет, садись, поехали. Если они едут в противоположном направлении, они могут развернуться и провести тебя 30 километров. И потом еще извиняются, говорят, прости, больше не могу по времени, но я же, видишь, тебе же вот сколько уже сделал. Иногда они начинают останавливаться, их зовут с собой. Поехали там, одна бабушка там едет. А я стою там, он леял обживку просто у одного мужчины, и я стоял его просто на разъюге ждал. И женщина едет, и пошла такая бабушка. Я рада тебе останавливаться. Типа, садись. Я говорю, нет, my friend. Типа, я ждала, да бог с ним поехали. Пати, пати, поехали. Ну там, показывай. Легко танцевать. А она такая уже уезжает. Подумай, посади. И они, либо они поезжают, либо ты идешь, они такие, по той стороне поезжают, останавливаются. Где-то надо получить. Не-не-не-не-не. Точно, да. Ну ладно. Ну, мы проезжаем. Поэтому, ну там, так как они все подбирают, поэтому где там на обучинах вообще не нравится. Как-то, ну, как-то, ну, как-то вот так. Один раз, один раз, два раз. Один раз общался, ну, один раз точно общался по лазе с ребятами с парой. Вот. Ну, они, так, составляют какой-то маршрут, определенные путешествия. Ну, вот, с ними я пообщалась, например, вот эти вдвоем. Да, ну, сколько вдвоем. Но они считают, что вдвоем путешествовать проще. Потому что тогда останавливаются вот эти мужчины и женщины. Потому что женщины всегда останавливаются вот эти мужчины. А здесь для них останавливаются все. Ну, это их направление. Я думал, что когда двое сложнее становится, они сказали, что наоборот проще. В России, да. В России сложнее. Мы ездим вдвоем, да? Да. Нет, ну, поюга в Восточной Азии. Мы сказали, что вообще просто. Я думал, что поюга. Стоят, 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 стоят. И один стоит, и машина будет больше. За что ты не можешь? Ну, что, на этой замечательной ноте заканчиваем. Или еще вопрос какой-нибудь последний. Самый важный. Что еще не сказали? Самое важное. Все следует. Ну, хорошо. Тогда присоединяйтесь к резонансу, если больше желаний. Если вы вспомните, что вопросы вы не задали и появится у вас снова, пишите. Ну, если добавляйтесь в друзья, не молчите. Хотя можете поискутывать. Я и пора про количество поговорить сначала. Не, я вступаю, на самом деле. Когда я возвращаюсь, я вступаю, нормально развиваю. Мне даже не интересно всего. Вот. Потому что, может быть, мы реально с этим человеком встретимся. Для чего-то он именно для того поговорит. Вот. Если вы хотите какие-то там видео посмотреть. Канал на Ютубе, товарищ Александр Уколов. Там надо смотреть в плейлистах. Потому что там есть видео, которые я когда вернулся. Ну, есть видео, которые разбиты по странам. Например, Австралия, Америка, Новая Зеландия, там, Европа. А есть видео, в котором я когда вернулся. И у меня знакомый в Москве он сказал. Ты пока будешь думать, писать тебе, где будешь. Ты все забудешь. Давай запишем. Ну, мы сели за несколько вечеров, за несколько дней вечеров. Записали видео. Все, что я помню. То есть там, например, Америка. Четыре часа. И четыре часа просто рассказывают прям пошагово. Как мне там шел. Там Европа, там, где-то два часа. А Россия, там, еще там, два часа. Там Австралия, там, три часа. Ну, в общем, там есть видео просто. Я просто сижу перед камерой и рассказываю. Примерно, как бы, вот здесь. И только, вот, просто без вопросов. Хотя нет, там, оператор иногда вопрос. В маленьких видео, там, это моменты, когда там, непосредственно в стране, и какие-то, где-то есть там, какие-то откровения. О, или что-то там увидел такое. А, а, в больших, вот такая вот, вот, черт есть. Ну, и есть некоторые, маленькие, там, какие-то, какие-то, маленькие, там, зажмите. А-а, зажмите. Зареет. Иногда, как, были какие-то смешные, глупые ситуации. И... Ну, тоже, не могу немножко понять, какая эмоция у людей идет, которые начинают писать такие жёсткие капиталии с ароматами там и с какими-то ещё так. А значит, в Америке мы не дали велосипед покататься и дали шлем. А я вообще первый раз со шлемом столкнулась. Я никогда не каталась от Василиша со шлемом и вообще не знала, что это такое. Я дали шлем и я долго вычислял, где заново перед шлем. Я решила, что перед, это там, где на самом деле оказалась бусанка. Я посчитала, что острая часть, это часть, рассекающая воздух. Со сверху скоростью. Я, короче, одел его, понял, что неудобно очень. Я подумал, кто придумал одешево, неудобно, застегнул и поехал. В общем, проездил я день, возвращаюсь к тем американцам, где я остановился, прихожу и рассказываю, как я шлемы включаю. И вдруг я узнаю, что я, оказывается, неправильно не делал. Они посмеялись надо мной. Ну, я взял, просто видел камеру над эмоцией и снял видео о том, как я со шлемом разбиралась. И назвал это видео «Секрет велосипедного шлема». А, видимо, я неправильно тут писала видео, потому что его стали смотреть люди, которые велосипедники, а они как-то путешественники. И там, крэйзи какие-то, там подержатся. И там такие начались комментарии. Я думал, так, она либо переименована, либо ради видео. Типа, что дурак такой, значит, позоришь что-то? Я бы скрыла это ото всех. А ты тут афишируешь все это? Это что-то единственное, с вами плакал. Позоришь что-то? Правда. Афтамар позорирует, где спросите? Так что, пишите. Спасибо. Вопросы задавайте. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть предложение? Давай к традиции. Идем все сходимся. Да. А эта традиция у нас начинало возникание. Я вас не задавайте. Я задавайте. Я задавайте. Я задавайте.